Сразу же запись, но запись пошла. Итак, друзья, рад вас приветствовать. Позволю сегодня без камеры участвовать в нашем вебинаре по той простой причине, что скорость пожертвуем, так сказать, своим изображением во имя более качественного звука и слайдов. И сейчас с вами общаюсь я, Михаил Копытов. Но у нас сегодня еще и гость Дмитрий Домбровский. Это мой хороший знакомый, коллега. Сегодня будет основное слово мое, а завтра у Дмитрия. Дмитрий сейчас тоже присутствует, и он немножечко представится. Представлюсь тоже я попозже. Дмитрий, пожалуйста, включись тоже в эфир, чтобы, так сказать, что мы все вместе поприветствовали наших участников. У нас такой будет двухдневный марафон. Сегодня выступаю я, ну а завтра Дмитрий. Дмитрий, прием-прием, ты на связи. Передай, пожалуйста, привет. Есть ли слышимость? Так, вот я вижу, Дмитрий подключается. Да, вот Дмитрий. Дмитрий, представьтесь, расскажите буквально пару слов, о чем у нас будет завтра. Да-да-да, вот вас слышно, все отлично. Да, звук есть. Буквально пару слов о вашем завтрашнем выступлении. Я вот специально в начале сегодняшнего, так сказать, старта, чтобы все представились. Ну и завтра мы уже приступим, продолжим нашу такую мини-конференцию, можно так назвать. Дмитрий? Да. Приветствуем вас. В словах мы, да, я приветствую всех, мне очень приятно всех слышать, видеть. И да, завтра в это же время я появлюсь и буду на связи. И попытаюсь рассказать что-то интересное для вас о гипнозе и о самой гипнозе. И как мы уже вот с Михаилом договаривались, точнее говоря, говорили об этом, что, наверное, лучше бы это все провести в форме вопросов и ответов. Но, безусловно, некую какую-то такую вводную, что ли, часть я сделаю. Я расскажу о том, как я начал заниматься гипнозом и что я на сегодняшний день думаю о гипнозе и о перспективах развития этого явления. Наверное, так, в двух словах. Спасибо, Дмитрий. Да, кстати, у нас такой же формат будет сегодня. Я позволю сначала вводное слово, некоторые комментарии, свое видение, представление о гипнозе. А затем у нас, можно так это назвать, вечер вопросов и ответов. И сегодня я, а завтра также в таком же формате будет и Дмитрий рассказывать, так сказать, отвечать на вопросы. Мы оба гипнологи, так сказать, но я, если больше занимаюсь индивидуальным консультированием, то Дмитрий меня поправит. Дмитрий больше занимался, так сказать, эстрадной деятельностью и может очень много интересного рассказать о таком явлении, как сценический гипноз. И вот это, несомненно, интересно, так сказать, у него достаточно богатый опыт, вот практика вот такой вот работы. Правильно, Дмитрий, выражаюсь? Да, наверное, люди больше о гипнозе знают, что они видели от эстрадных выступлений разных людей, в том числе, возможно, и мои, поэтому я могу, конечно, об эстрадном гипнозе рассказать много. Ну что ж, отлично, отлично. Ну вот у нас, давайте мы будем потихонечку продолжать. И вот у нас есть первый вопрос, Мария спрашивает, о персональных конкретно будет задаваться вопрос, хотелось бы услышать мнение Дмитрия о некоторых гипноличностях. Ну да, можно, кстати, заранее, можете, вот сегодня, позволю, слово возьму я. У нас планируются такие выступления, полтора, может быть, два часа, это уже зависит от вас, исходя из того, как долго будут задаваться вопросы. Дмитрий нас уже покинул, он сегодня не может, он завтра будет, но так и было заявлено, что первый день, так сказать, буду я вести на такое наше выступление, а завтра присоединится мой коллега, хороший знакомый, друг Дмитрий. Вот наша такая тематика, гипноз, мифы и реальность. И позволю еще раз наглядно представиться, коли я видео сегодня не включаю, но завтра постараюсь включить и камеру. Просто скорость интернета, к сожалению, как-то вот меня не порадовала сегодня, и дабы вот нам более комфортно общаться, я позволю себе в таком формате. Сейчас с вами я, меня зовут Михаил Копытов, я гипнолог, как ни странно, я проживаю в Сибири, там в городе Томске есть такой. Я, собственно говоря, большую часть времени как раз посвящаю тому, что занимаюсь индивидуальной работой, консультированием, это основная такая моя работа, но и помимо этого, в том числе, я занимаюсь, так сказать, ведением тренингов, семинаров, вебинаров, и в том числе являюсь автором книги «Самогипноз и активное самовнушение». Я провожу семинары как для психологов, так и для всех желающих, но в основном это тематика «Самогипноз», «Саморегуляция». И, кстати, схожая тематика, как раз богат опыт преподавания тоже у Дмитрия. Вадим спрашивает, Михаил, вы работаете с психологическими травмами? Да, работаем, в принципе, можете обращаться, я и говорю, что это основная моя деятельность, именно индивидуальное консультирование, гипнотерапия и так далее. Ну и Дмитрий, как мы уже говорили, Дмитрий будет завтра, Свола, он является практикующим гипнологом, специалистом в области гипноза и самогипноза, и буквально еще с конца 80-х годов активно проводит лекции, познавательные, так сказать, обучающие, ну и в том числе развлекательные программы. И, кстати, вот, может быть, кто-то даже и видел, вот, было одно время, такой целый цикл передач на ТНТ, ТНТ-гипноз, насколько, правда, так называется передача, кто видел, кстати, поставьте плюсик, где Дмитрий наглядно рассказывал и демонстрировал некоторые такие эстрадные гипнофеномены, шоу и так далее. Да, хорошо, хорошо, да, вот вижу, да, да, гипноз на ТНТ, спасибо, что поправили, да, 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 вот завтра как раз Дмитрий ответит на все вопросы, кстати, очень много интересных примеров он может привести, вот, из тематики именно эстрадного гипноза, ну и не только этого, потому что он достаточно глубокий специалист. Ну, что ж, пойдемте дальше, и я предлагаю, я вижу, что есть вопросы, я постараюсь их запомнить, ответить на них, но я предлагаю некоторое такое вводное слово, потому что, возможно, некоторые вопросы являются общими, распространенными, часто задаваемыми, и прежде чем отвечать на вопросы, вот, о том, каким способом мы работаем, про различные методы гипноза. Я хочу сказать, что, да, сейчас мы наблюдаем весьма интересное такое явление, почему у нас вебинар посвящен гипнозу, мифы и правды, да, мы постараемся ответить на некоторые вопросы, есть определенные мифы, так сказать, мифы на тему того, что, вот, есть разные виды гипноза, там, что есть директивные, директивные, риксоновские, вот, есть там интересные вопросы, что человек не может войти в состояние самогипноза, ну, вопрос, вот, на все эти вопросы потихонечку ответим. Для начала давайте постараемся хотя бы в общих чертах ответить на первый вопрос, что же такое гипноз. Вот, кстати, напишите, может быть, свои представления о том, что вы, как вы, так сказать, считаете, что же такое гипноз. Я вопросы вижу, если можно, ну, предлагаю потом, вот, вечер вопросов и ответов мы к этому перейдем. Давайте попробуем, у кого какие есть такие представления, что слышали об этом, может быть, теме. Потому что, кстати, именно с этим термином, представлением возникают самые, можно сказать, даже забавные, интересные такие казусы. Потому что есть в массовом самосознании слово гипноз, представление о нем, ну, что-то среднее между, там, не знаю, какими-то магами, цыганами, экстрасексами и еще кем-то и так далее. Вот некоторые пишут транс, Мария пишет гипноз, пароничное состояние между бодрестным и сном, вторая серая полоса, когда мы засыпаем. Да, вот некоторые, как раз одно из самых распространенных, мне, может быть, кажется так, заблуждений, что гипноз почему-то часто сравнивают со сном. И, действительно, так сказать, само слово гипнозис, заимствованным из греческого языка, означает сон. Но это ничего общего со сном не имеет. Потому что, ну, смысл человека погружать в сон, пытаться что-то, ну, что с таким же успехом он может и просто ночью спать. И гипноз, гипноз, вот, так сказать, если говорить о гипнозе, то это особое состояние, и говорить предсном, между сном, здесь совсем неуместно. Я бы, скорее, поставил последовательный сон, бодрствование и особое состояние сознания, отнеся, скорее, к несколько другому краю. Вот я бы так это выделил. И, если говорить с точки зрения вот таких вот представлений, то именно неправильное представление, что гипноз, это что-то связанное со сном или между сном, очень часто вводит людей в некоторое заблуждение. Почему? Потому что люди пытаются погрузить себя в самогипноз и думают, что вот это что-то похожее на сон и сравнивают со сном, в итоге тяготеют ко сну и просто засыпают, погружаются в приятный глубокий сон. И, ну, это ничего близкого общего даже не имеют с качественными гипнотическими состояниями, состояниями сабогипноза. Поэтому, используя вот этот принцип, этот термин, я бы попросил в первую очередь отказаться от термина сон вообще в принципе его убрать, вытеснить в другом абсолютно направлении. Потому что, если мы это начинаем сравнивать со сном, мы туда начинаем киготеть. И к чему это приводит? Мы просто засыпаем, мы не можем управлять этим состоянием качественно, если речь идет о самогипнозе. И, хотя действительно в хорошем сне ничего плохого нету, но дело в том, что так бы мы и просто могли спать, но гипноз, эти особые состояния сознания открывают интересные возможности, которые невозможны в обыденном состоянии, во сне, либо в бодрствовании. И поэтому можно выделить три основных режима. Сон, бодрствование и особое состояние. Вот к ним, к этим самым особым состояниям можно отнести самогипноз, медитация, аутогенная тренировка, транс, гипноз, расширенное состояние сознания. В принципе, неважно, как вы это называете. Мозг штука экономная, я бы так сказал. И современные, так сказать, современные, я бы так сказал, методы исследования, это подтверждают. Одни из них это томографические исследования, есть, кстати, разные виды томографии, но они подтверждают, показывают, что особое состояние сознания, и неважно, каким способом мы вводили человека в это состояние, директивно, недирективно, человек сам погрузился, используя методы заимствования, аутотренинг, из медитации, или особый транс, он вышел, как некоторые называют, из тела или в астрал, не принципиальный, я бы так сказал. И главная особенность этого отдельного режима заключается в том, что, я бы так это выразился, в том, что внешне кажется, что в этом человек, так сказать, неподвижен, да, глаза закрыты, кажется, что он спит. На самом деле он не спит. И вот это внешнее проявление, хотя может быть даже в некоторых случаях с открытыми глазами, на самом деле, даже совершать некоторые движения, это непринципиально. И даже комментировать то, что происходит с ним, об этом мы тоже попозже поговорим. И если говорить о разных этих особых состояниях сознания, которые можно достигать по-разному, неважно, как они называются, аутотренинг, самогипетоналоз, трансмедитация, то они отличаются скорее способом входа в это состояние, ожиданиями самого человека, целями, которые мы ставим, и теми ритуалами, которые мы используем для того, чтобы погрузить в это состояние. Допустим, шаман может погружать другого человека в транс, страждущего ударами в бубен. Человек, пришедший в церковь, в мечеть, в кирху, еще куда-то, он погружается в эти состояния, слушая проповеди, песнопения, глядя на свечи, вдыхая поры ладана и так далее. Притушенный звук, монотонное пение, фиксация на чем-то одном, это уже вызывает состояние транса. Или это неважно, может быть, гипнотизер размахивает маятником, или говорит, как в традиционных, смотрите мне в глаза, или долго, замудно рассказывает разные истории про Милтона и Эриксона, это не принципиально. Важно то, что происходит внутри нас. И один из интересных аспектов, долгое время было неясно, что же происходит с нашей нервной системой, с нашим скорой головного мозга во время этого состояния. Потому что не было подходящей аппаратуры, мы не могли заглянуть, что же там происходит внутри. Были еще старые, конечно, предположения, еще со времен Пирогова, Бехтерева, где там рассуждали, что типа нос, это очаги возбуждения на форме общего торможения и так далее, и так далее. Приводили разные там идеи, что ритмы, альфа, бета, гамма, тета. Но все это, знаете, это все равно, что пытаться рассуждать о режимах работы двигателя или о его устройстве по его звуку. Но это ни о чем не говорит. То есть, если мы не можем загнуть внутрь, мы лишь могли строить гипотезы. И поэтому долгое время некоторые специалисты весьма скептически относились к гипнозу, склонялись к веросям, что гипноз это скорее патологическое состояние. Были такие мнения, что это у людей, астероидного типажа и так далее. И что вовсе его нет, это всего лишь необычное поведение, основанное в самоунушениях и ожиданиях. Но сейчас, в последнее время, появились возможности чуть глубже взглянуть на это. Но есть возможность исследовать функционирование головного мозга и приоткрыть зависимость, что же происходит внутри. И один из этих способов это томографические методы исследования. И может быть, наверняка почти каждый из вас хотя бы раз в жизни, может быть, в живую, может быть, где-то на картинках, слышу видео из фильмов, так называемые томографические визуализации. Кто это видео, поставьте, пожалуйста, плюсик. И о чем? Есть разные, кстати, методы томографии, которые, так сказать, позволяют нам оценивать, так сказать, как функционируют те или иные области нашего головного мозга, коры головного мозга, так сказать, какие нейронные сети задействуются в тех или иных аспектах. И мы это можем оценить. Допустим, человеку дается там, закалывается там, изотопы, так сказать, допустим, вода там с изотопом кислорода и так далее. И мы можем оценить, вот, как меняется активность человеческого мозга в этом состоянии. И вот, допустим, есть определенная характерная картинка, когда человек просто спит, когда, допустим, человек не погружен в какой-то транс, а просто рассказывает там о себе, ну, чтобы какая-то активность была. И вот было показано, впервые это было показано еще, наверное, в 90-е годы, подтверждено, что все-таки гипноз – это состояние отличное от, отличающееся от сна и от бодрствования, и, впервые, отличающееся тем, что в этом состоянии мозг человека, грубо говоря, вот так вот на пальцах на бытовом кухонном, так сказать, термине, работает более активно. И в этом состоянии, в этом состоянии, вот, можно даже наблюдать такие картинки из одного из журналов, в этом состоянии задействуется большее, так сказать, количество нейронов, нейронных сетей, центров, когда человек находится в этом состоянии, нежели в состоянии бодрствования, какой-то там умеренной интеллектуальной деятельности. Причем самое интересное, что нейронные сети, задействованные в трансовом, в гипнотическом, в особом медитативном состоянии несколько другие, и они зачастую даже не перекрываются состояниями, так сказать, которые присутствуют в состоянии бодрствования. Совершенно верно, Мария пишет, что это разные зоны активности мозга, совершенно верно. И я бы так сказал, что мозг человека, грубо говоря, в этом состоянии работает в более активном режиме, нежели в состоянии бодрствования. И даже в состоянии гипноза мозг работает более активно, чем во сне и бодрствовании вместе взяты. И ряд исследований, были такие исследования, насколько знаю, во Франции проведены, и не только во Франции. Одна группа исследователей, к сожалению, не помню там автора, фамилии, но могу поискать завтра, подемонстрировать эти ссылки. Даже группа исследователей ухитрились договориться, так сказать, попросить Далай-Ламу, чтобы тот предоставил несколько монахов, помедитировать в томографе. И принципиальных различий между медитацией, наведенными разными способами транса, вот от гену тренинг не было обнаружено. Балерия, спасибо за вопрос, завтра я вам предоставлю эти ссылки, не переживайте. Так что, кстати, одного из исследователей я могу назвать, и у него есть ссылки в его книге, это Тукаев Рашид Жудатович, вы можете взять его книгу, так называется Тукаев РД, Гипноз, Медицинское информационное агентство, и там он тоже комментирует эти самые томографические медоисследования, это весьма интересно. И он приводил исследования на тему того, что меняется активность ретикулярной формации, что это может стимулировать препаративно и так далее. Вот одна из ссылок, Валерия, я вам уже, кстати, продемонстрирую, вы можете поискать именно этот ссылок к этой книге Тукаев Рашид Жудатович книга. И если говорить про эти состояния, то в первую очередь эти составные позволяют нашему мозгу работать в более активном состоянии. Кстати, вот Вадим, я попозже отведу, где я учился, кстати, в том числе я учился и у Тукаева Рашид Жудатовича, еще в начале 2000-х годов была большая трехгодичная программа. Ну и не только у него, у Жанна Беккио, у Стивена Гиллигана, у других весьма интересных и замечательных, у Кубасова. Так что русская земля тоже полна весьма выдающимися учеными, гипнотерапевтами, врачами. Но об этом чуть попозже. Итак, если говорить о гипнозе, то что же это такое? В первую очередь я бы назвал, это не мой термин, а термин заимствованный у уважаемого Тукаева Рашида Жудатовича, такой термин, как гипногенный стресс. Грубо говоря, обучаться, входить в состояние гипноза совсем не обязательно. Люди и так вполне неплохо сами умеют, даже порой того не осознавая, погружаться в гипнотическое состояние. И что же такое? В основе того, что мы называем гипнотические феномены, это и лежит гипногенный стресс. Но интересность заключается в том, что это стресс-невидимка. Стрессора вроде как нет, а эффект есть. И, кстати, в трудах уважаемого Тукаева Рашида Жудатовича и Жанна Беккио есть такие комментарии, что если мы ведем человека в гипнотическое состояние, в состоянии гипноза и так далее, если мы замеряем некоторые параметры, то они схожи, допустим, картина крови и так далее, с состоянием стресса. Но стресс есть разный. Есть стресс, разрушающий дистресс, и есть стресс, созидающий. Кого-то может напугать, что же такое? Гипноз – это вредно, это стресс, формируется иногда в голове обывателя. Ну, на самом деле, как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И стресс есть созидающий, и есть разрушающий. Обливание холодной водой – это стресс. Но если мы с умом подходим к этому процессу, это созидающее, может быть, даже оздоравливающее. Занятие спортом – это стресс. Но если мы не переутруждаем себя в конец и так далее, то это идет на пользу. Любая физиопроцедура, массаж, облучение, прогревание и так далее, все это, собственно говоря, тоже является некоторым стрессом. И вот очень брамотно, что развитие человека начинается после выхода из зоны комфорта. Да, и это тоже об этой теме. И вопрос в том, что умеренный стресс стимулирует, запускает эту генетически заложенную реакцию, ответные, защитные силы организма. И когда человек сталкивается с определенным тупиком, стрессом, он вынужден искать решение из этой ситуации. Организм так вот запрограммирован. И причем в состоянии гипноза можно вести не только человека, наверняка многие слышали, видели, просто видите в YouTube, гипноз курицы, гипноз кролика, гипноз рептилии. Это возможно. Допустим, голубь курицы достаточно перевернуть на спину, прочертить черточку от клюва и курица находится в неестественном положении, перевернутом на бок и на спину, в настоящее время неподвижно. Так сказать, и да, состояние транса, гипноз – это термина одного и того же. Но мы заглядываем глубже. А если отбросить разные эзотерические, псевдопсихологические и прочие, 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 прочие вот эти наносные представления, то в первую очередь гипноз – это физиология, чистой воды физиология. Когда наша, наша нервная система, наше тело работает по-другому, и гипногенный стресс может быть как созидающим, так и разрушающим. Все зависит от того, в каком состоянии сейчас человек находится, насколько мы можем его, так сказать, нагрузить, и какие ожидания у человека от этого. Допустим, одна и та же ситуация, не знаю, прыжок с парашютом, к примеру, для одного это будет негативный стрессор, а другого позитивный, он будет радоваться, это здорово, это круто, адреналин и так далее. И этот гипногенный стресс может быть как созидающим, так и разрушающим. Так что вопрос лежит лишь в профессионализме гипнолога и в той силе, так сказать, ожиданий, воздействий, направленностей и так далее. В основе любой, можно так сказать, терапии, и особенно вот такой биологической составляющей гипноза, а у гипноза можно выделить две составляющие, психологическая и мощная биологическая составляющая. И главное, вот это стрессовое составляющее и запускает вот благодаря вот этому гипногенному стрессу те естественные, глубинные, адаптивные механизмы нашего организма. То есть это никакая не магия, не чародейство и так далее. То есть именно гипногенный стресс. И в отличие, допустим, от других каких-то стрессов, мы этот стресс можем управлять, создавать некий вектор. Вот главное такое достоинство этого действия. Если говорить о таких составляющих, как, допустим, сон, бодроство, не третья составляющая, особое состояние сознания, то я бы, знаете, объяснил, зачем нужно погружаться в состоянии, чем они полезны и так далее. Очень просто. Если говорить о гипнозе, если говорить о бодрствовании, говорить о сне, то сон и бодрствование, они, вот помните, я сейчас позволю себе картинку вновь показать, томографические эти визуализации, то сон и бодрствование, вот картинки, они в целом схожи. И очень сильно вот эти томографические визуализации отличаются от трансово-медитативного, аутогенного состояния. И сон и бодрствование, грубо говоря, по-другому, это режимы автомата. Грубо говоря, на 90% состояние сна или бодрствования, многие процессы происходят автоматически. Допустим, мы автоматически дышим, бьется наше сердце, там не поддерживаем тонус своих мышц, там можем печатать слепую, там говорить на родном языке, ходить не падать, как дети, там координации и прочее, водить машину. Многие автоматические навыки, и мы порой их даже не осознаем. Мы просыпаемся с утра, на автопилоте запускаем какую-то свою там программу, какая-то болтовня, какие-то ход мыслей. Многие вещи происходят на автопилоте, автомате. И из-за того, что мы пробуждаемся или засыпаем, наше сердце не останавливается, мы там дышим, функционируем, о чем-то думаем. В этом есть огромный плюс. Но в этом есть и один огромный минус. Какой? Если в этих режимах автомата, так сказать, появляется какой бы то ни было сбой, ну так вот назовем на ботовом термины, то этот сбой, этим режимом автомата раз за разом, раз за разом начинает воспроизводиться, и мы головой все прекрасно понимаем, но ничего с собой с этим сделать не можем. Вот у кого такое было, поставьте плюсики. Допустим, курильщик прекрасно понимает, что табак вреден для его здоровья, может понимать его сна. И оказавшись где-нибудь на природе, без возможности заполучить эту отраву, он спокойно может как-то без него обходиться. Да, никотин это наркотик, но не настолько сильный, чтобы вызывать сильный обстинентный синдром на уровне физиологии. Но если он находится в городе, есть в прямой видимости куящие люди, доступ к табаку, он не может этому противостоять. Или человек, страдающий избыточным весом, перееданием, я не говорю про гормональные заболевания, банальное переедание, он прекрасно понимает, что ему вредно, что не вредно, но занимается кишкоблудием, на ночь глядя и так далее, и так далее. Да, переедание. Ну или заменили такой термин «тишкоблуди» и переедание. Да, вот кто с таким сталкивался, тоже поставьте плюсик. Или другой пример, у кого такое было, что все, новая жизнь с понедельника, займусь там зарядкой, спортом, буду изучать иностранные языки, читать умные книги. Да, вот все, уже наступает четверг, а ВОЗ и ныне там. У кого такое было? Почему такое бывает? Все, голову понимаем, почему-то ничего с собой сделать не могу. Или в отношениях, когда человек вроде понимает, что все, отношения закончены, а нет, как говорится, сердцу не прикажешь. И таких примеров очень и очень много. И на этой почве строится ряд заболеваний, проблем, допустим, фобии. Человек понимает, ну чего здесь бояться головой, да, на уровне рефлексов его тело реагирует, он покрывается потом, сердце бьется, истошно там пульсация в висках, он не может этим управлять. И вот отличие, особенность вот этого состояния гипноза, особого состояния сознания в том, что, так сказать, это не только про примеры про зависимости и много других, мы примеры про фобии тоже приводили, собственно говоря, есть элементарная дикция зависимости, есть табачная, это понятно, есть примеры фобии, привязанности или, допустим, когда человек намечает какие-то цели, но почему ему не хватает мотивации это делать, и он остается в старом стереотипе, исходя из тех стереотипов, навязанных, может быть, еще родителями, бабушками, дедушками и так далее, и так далее. И ему сложно, так сказать, перешагнуть, так сказать, за эти вещи. И если говорить, если говорить про эти составляющие, то, особое состояние сознания, это более древний, я бы так сказал, более привитивный режим работы мозга, тела, ну и вытекающие из этого наши психики. И в этом режиме у нас есть уникальная возможность, можно так сказать, ручной регулировки, самонастройки, то есть посредством слова, представлений, внушений, мы можем менять свое поведение. То, что относится и к зависимостям, я не говорю там про физиологические, мы можем менять свое поведение, стереотипы и привычки. Мы можем влиять не только на свое поведение, но даже на свою физиологию. Например, мы можем в этом состоянии влиять на болевые переживания. Допустим, может быть, кто-то даже видел мой ролик в YouTube, где я демонстрирую состояние самогипноза, спокойно можно проколоть руку иглой, кисть насквозь, можно менять температуру очень быстро левой и правой руки, можно влиять на свое артериальное давление, это вполне реалистично, а в этом состоянии делать. Мы можем в том числе влиять и на свою физиологию, влиять на психосоматические переживания, болезни и так далее. Но кроме того, что мы можем влиять в ручном режиме на себя, мы в этом состоянии, благодаря, так сказать, влиять, запуская гипногенный стресс, влиять на, запускать общий механизм саморегуляции. Вот главная такая вещь. Ну что ж. Если говорить о таких специалистах, особенностях, так сказать, это еще и, я бы так сказал, даже если не кто-то вас там специально погружает в это состояние, погружаясь в это состояние, вы уже можете запускать, так сказать, мощные механизмы саморегуляции. Дело в том, что ход наших мыслей, ход наших эмоций влияет на нашу физиологию. И если говорить о том, когда мы погружаемся в это состояние, отпуская к своей критичной мысли, эмоции, мы уже позволяем своему телу приходить в норму, в некоторое равновесие. Я об этом говорю одинаково, как о гипнозе, так и о самогипнозе. Некоторые люди считают, что для того, чтобы погрузиться в гипнотическое, в особое состояние, обязательно нужен какой-то маг, чародей, колдун, который постучит в бубен, так сказать, что-то сделает с кем-то, совсем не обязательно. Я хочу сказать, что каждый человек, это нормальное свойство психически, физически более-менее здорового человека, погружается в эти состояния, может быть, порой неосознанно, не глубоко, но это есть. И у человека есть потребность в этих состояниях. Вот, может быть, кто-то замечал, когда вы едете, летите в самолете, едете в транспорте, в поезде, в метро, в электричке, в автобусе, в машине, возникает какое-то состояние отрешенности, когда с одной стороны все слышишь, все понимаешь, но мысли где-то далеко, в теле возникает легкая ленность, не хочется двигаться, или когда вы сидите и смотрите на пламя свечи, на костер, на звезды, на закат, ну и так далее. У кого такое было, поставьте плюсик, когда возникало такое легкое, приятное состояние, просто хорошо, не хочется двигаться, мысли все дальше и дальше, это и есть уже неглубокое состояние. И когда мы говорим, что вот сложно легко погрузиться в это состояние, то вопрос заключается в том, что вполне легко в это состояние можно войти, если нет каких-то проблем со стороны здоровья, психики и так далее, или человек не принимает какие-то психоактивные препараты, или не страдает тяжелыми неврозами, это все возможно. Вопрос лишь в том, что если говорить о качественных состояниях, вопрос не в том, как это сделать, а качественные состояния, то в первую очередь задача гипнолога, задача человек, который осваивает методы саморегуляции, самогипноза, лототренинг, медитации, по-разному можно называть эти состояния, научиться не в том, чтобы как можно глубже войти в это состояние, нет, научиться осознанно погружаться в эти состояния, научиться управлять этими состояниями, научиться запускать, завершать вот эти состояния экологичными для себя. Это основная задача. И вот освоив это, мы можем получить тот бесценный дар, который есть у каждого человека, получить доступ к нашему подсознанию, возможность управлять этими процессами, запускать эти механизмы саморегуляции. Вот это главное, я бы так сказать, основное, ключевое, на что стоит обратить внимание. И если говорить вот об этих состояниях, да, особых состояниях в сознании, еще раз подчеркиваю, это ничего общего не имеет со сном. И в этом состоянии, мы будем сейчас встречать там дальше на вопросы, мы можем все слышать, воспринимать команду из нее, потому что, ну если бы мы ничего не слышали, то каким образом мы можем что-то воспринимать, воздействовать? Это не так, что провалился, ничего не помню, не услышу. Нет, это не о гипнозе, и тем более не о самогипнозе. В этих состояниях мы можем многое воспринимать, слышать и понимать, это естественное состояние физиологическое для нашей психики. И даже животные, я приводил примеры, тоже могут входить в эти состояния. И основа с точки зрения, что это состояние, это гипногенный стресс, это стресс-невидимка. Но пускай вас это не пугает, как резюмирую предыдущее, физиопроцедуры, массаж, иглоукавление, обливание, занятие спортом, свидание, собеседование, это тоже стресс, это некий такой стресс, но он может быть и созидающий, об этом мы тоже поговорим. И это запускает, да, Владимир подсказывает, защитное состояние, мощный толчок, потому что так устроено в природе, что если заложено в генетической природе, сталкиваемся с какой-то проблемой, организм активируется на поиск решений этой проблемы. И стресс это хорошо, это мобилизация. Вопрос в том, что если мы не умеем управлять этим стрессом, если это такой зашкаливающий, неуправляемый стресс, то он может стать из позитивного разрушающий. Так что все хорошо в миру и в хороших руках профессионалов. И я бы хотел разобрать базовую структуру сеанса гипноза. И неважно, как называются методы, можно называть это директивный гипноз, цыганский гипноз, эстрадный гипноз, риксонский, какой угодно. Я бы выделил 5 основных шагов в структуре сеанса гипноза, самогипноза, непринципиально. Как это называется? Хочу подчеркнуть, что вот там некоторые спрашивают про разные методы гипноза, гипнотизеров. Все работает в принципе одинаково. И стоит помнить, что гипноз в первую очередь это физиологическое состояние. Но мало достичь этого состояния. Ну хорошо, вот погрузился человек в гипноз. И что? Как вы думаете? Есть уже счастье-то от этого. Если мы говорим о гипнотерапии, то знаете, погрузить человека в это состояние, ну он и сам погружается в это состояние. По несколько раз в день мы об этом говорили. Это еще не завершение работы. Это только самое-самое начало. Как говорил Милтон Эрикс, нет ничего проще, чем вести человека в гипнотическое состояние. Нужно сказать, что сейчас будет транс. Подождать некоторое время, главное помолчать и так далее. Так сказать, так что вот. И если говорить о введении в это состояние, то неважно как это называется. цыганский гипноз, не цыганский гипноз, директивный, риксоновский, с точки зрения, что происходит внутри, это одно и то же. Вопрос лишь в целях, но есть одни и те же шаги. И может быть в одной модели там шаман стучит в бубины, погружает своих соплененников в медитативный шаманский транс, когда он камлает. Или это может быть долгие, занудные, смотри мне в глаза, или на маятник, или рассказывание там разных метафор про Милтона Эриксона и так далее. Это не принципиально. Или может быть это давай погадай на ручки, позывайте ручку, перевожи деньги из одного кармана в другое, ну и так далее. Это модель одна и та же. Или это может быть эстрадный гипнотизер. Не принципиально. Я выделяю пять основных шагов. И мы объясним, почему кто-то быстро управляет, эстрадные гипнотизеры тоже быстро управляются. Вопрос в следующем. А теперь вот максимум внимания. Поставьте, пожалуйста, плюсик, что вы сейчас услышите. Сейчас вы услышите весьма интересное. Весьма интересно, вы начнете понимать, как работают гипнотизеры, неважно как они себя называют, там цыганский, гипнотизерный, директивный, недирективный, самый лучший, худший, гуманистический гипноз, сейчас придумали люди гипноз, третьего тысячелетия, альфа-гипноз, непринципиально, как вы это называете. Первый начинается с чего? Как говорится, театр начинается с чего? С вешалки. Да. Так вот, любое направленное воздействие, неважно, как вы это будете делать, будет это кодирование от алкоголя, будет это цыганский гипноз и так далее. Начинается с чего? С подготовки. И когда гипнотизер говорит, и сейчас вы попадетесь в это состояние, делает какие-то магические пассы, или начинает за унылым голосом говорить, глубже входим в состояние, то знайте, вы уже пропустили как минимум один и очень большой пункт. Это подготовка. И без нее не обходится ни один сеанс. Подготовка готовится, Валерий, еще как готовится, вот вы говорите, цыганки не готовят, все готовится. И сейчас вот внимание Валерии, вас кое-что будет поинтересно. В чем заключается подготовка? А подготовка, она не обязательно может быть связана с этим сеансом. Подготовка может быть растянута на годы. Да, некоторые могут уявиться. Как это так? Суть подготовки заключается в том, чтобы сформировать определенные ожидания вашего клиента, который пришел к вам на консультацию. Или может пришел на эстрадный гипноз, на шоу гипнотическое. Или может быть оказался там, так сказать, у, так сказать, как там, про цыгана там пишите, да, или еще как-то. Или пришел там к шаману. В чем же секрет этой подготовки? Я раскрою одну простую тайну. Кто знает, что такое эффект плацебо или нового цебо? Это два противоположных. Поставьте просто плюсик. Кто слышал об этом замечательном эффекте плацебо? Кто его знает? Слышали? Да многие слышали. Это когда человеку дают пустышку и говорят, это мощное лекарство. На, пей. Кстати, большинство БАДов, которые продают, это просто пустышки. Но они работают. Потому что люди в них верят, они ожидают, что сейчас должно произойти чудо. Так работает там заряженная вода, что там работает там, амулеты. Я, конечно, скептик, может быть, в чем-то. Но, как говорится, все люди верят, только вопрос, в чем верят. Одни верят, что чего-то там есть сверху, другие что нет. В итоге все верят. И есть разные мифы, которые живут в массовом самосознании. И вот это самое интересное. Эти массовые мифы начинаются в воспитании, в сказках, совершенно верно, в образовании. Они передаются порой из поколения в поколение. И если, допустим, соплеменники приходят к шаману, чтобы он их излечил, исцелил, то они уже знают, что от него ожидать. И они знают, что для того, чтобы войти в шаманский транс, в исцеляющий транс, нужно, чтобы шаман начал играть на хамусе или на варгане, стучать в губен, окуривать там наживельником или там артышом помещение. И вот, вот тогда оно это будет. Тогда придут духи, помогут и так далее. Если взять человека, абсолютно неверующий в различные шаманские вещи, я почему-то про шаманов, я сам в Сибири живу лично, видал многих таких, и взять человека, который скептически к этому относится, но придет, послушает он удары в шаманского бубна, и что? Будет ему счастье, как вы думаете? Может быть и будет, но вероятность этого счастья будет намного ниже, чем у его соплеменников, которые это впитали с молоком матери еще. Да, 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 да. И это и есть этап подготовки. И он может быть очень коротким, всего несколько минут, а может быть растянут на целое поколение. Вот тот самый эффект плацебо. Есть разные способы проведения экспериментов. Сейчас все препараты, свобод действующие, обезболивающие, разные БАДы, иммуномодуляторы, свобод действующие какие-то антидепрессанты, все сейчас сравниваются с эффектом плацебо. То есть есть равные группы людей, которым дают лекарства, другим дают пустышки, третьим дают второе, третье лекарство, ничего не дают. Есть такой метод двойного слепого контроля. Кто это знает, что такое? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Суть его, что такое метод двойного слепого контроля, чтобы исключить этот этап подготовки. Суть его заключается в том, что если человек знает, что он пациенту дает не лекарство, а пустышку, он он как-то транслирует уже на уровне своих эмоций некая скепсис, недоверие, еще и пустышка не работает. Поэтому метод двойного слепого контроля, когда экспериментатор дает лаборанту, медсестре препарат под номером, и говорят, отнеси это пациенту номер такому-то, условно, тоже. И тот, кто лично дает препараты, ставит укол, дает таблетки, не знает, что на самом деле дает пациенту. Это метод двойного слепого контроля, чтобы исключить психологический фактор действия того или иного препарата. Да, не зря говорят, что красные таблетки лучше возбуждают, неважно, что там пустырник закатан и так далее. Синие успокаивают, оказывается, даже такое ученое выявлено. И Валерий, вы все уверены, что в той самой подготовке в цыганском гипнозе цыгане сами не участвуют. А в цыганском гипнозе подготовка начинается в этих мифах, легендах, слухах, которые перерассказывают особо впечатлительные люди и так далее. И этап подготовки, он есть, но цыгане это не воспроизводят. Мы немножко переключили шаманов на цыган. Идея, как цыгане находятся в людном месте, рынок, вокзал, где люди спешат. А если человек приехал в Москву, в Питер, в какой-то крупный город из маленькой деревушки, провинции, где людей намного меньше, нет такого кипиша, он не знает, куда, что, куда бежать и так далее. Человек и так уже в некотором стрессе, критичность у вас снижена. И задача цыган, они там, может быть, к одному из ста подходят. И находятся в людном месте, баражируют пространство. Задача их найти человека, который уже верит в этот цыганский гипноз. Так сказать, идея в чем заключается? А как оценить, знает человек в стыковочном сценарии, подготовлен или нет? Как вы думаете? Ну что? Есть такой пример? Так, есть. Каким образом? Очень просто. Они просто смотрят, боится человек их или не боится. Правильно? Вот смотрите, вы можете оценить, боится у вас человек или не боится. Есть признаки? Вполне есть. Допустим, какие признаки, если человек волнуется, чувствует себя неуверенно или вас боится? Неуверенно взгляд, ну там расширены зрачки, трясущиеся руки, пытается уйти в сторону, еще как-то впадает в ступор и суетится. Да, совершенно верно. И если человек таким образом реагирует, если он просто знает, что цыгане чем-то обладают и при встрече с ними нужно дать золото и деньги, то даже если он их и сильно не боится, это уже внутри его живет. У него есть сценарий, как поступать при встрече с цыганами. У него есть сценарий, если ему дали пустышку, которая исцеляет и рассказали, что это мощное действующее лекарство, он знает, что от этого нужно исцелиться. Но, так сказать, можно и запустить обратный процесс, эффект нового цебо, не плацебо, а наоборот, если человеку сказать, что это лекарство, которое может навредить, кто может помнить старый фильм «Ученик лекаря». Старый советский фильм, кто помнит, поставьте его плюсик, когда лекарь Брауна Учебу пытался найти только глухонемого, чтобы тот не выдал секретов, никому ничего не рассказал и так далее, и так далее, он боялся. И помните, какое у них было, словом, такое состязание в конце фильма, когда лекарь выяснил, что его ученик на самом деле не глухонемой, а притворялся в ссоре состязания. Они должны были друг другу дать яд, а потом каждый должен был найти противоядие, и учитель дал ученику яд, тот принял, понял, что это, принял противоядие, а ученик дал учителю воду, и тот не мог понять, что же он ему дал, и умер. И тот уже, когда умирает, он говорит, учитель, я дал тебе просто воду, и так далее. Ну, вот это и есть эффект новоцепы. То же самое и с цыганами. Идея, помните, мы говорили, давай откатим чуть-чуть назад, про гипноз, про гипногенный стресс. И в состоянии гипноза мы знаем, что критичность человека несколько снижается. И если мы... Идея подготовки вот в этих мифах, легендах, которые подаются через поколения, кстати, это живет больше на постсоветском пространстве. Цыганский гипноз вот работает здесь, где-то нибудь там в Индии, на тех, кто же там живет, или в других странах, это не работает. Это определенные мифы постсоветского пространства. И если мы видим, что человек волнуется, неуверенно себя чувствует, значит, скорее всего, он уже в стрессе. Значит, он знает, что от цыган там ожидать. И задача там цыганки найти одного, двух из ста наиболее внушаемых, наиболее полезных. Кстати, известно, что тот же самый эффект плацебо, даже в методе двойного слепого контроля, составляет примерно самый минимум. Самый минимум, знаете, сколько процентов? Напишите. Вот минимальный эффект порога, вот, так сказать, вот этого эффекта плацебо. Минимальный порог, сколько, как, вот циферку поставьте, как вы думаете, знаете, кто знает, напишите, пожалуйста. 25-то пишет. Нет, минимальное считается от 5%. От 5%, когда методом двойного слепого контроля, когда человек не знает, это минимум. Группа бывает разная. Но если эту группу подготовить, провести им лекцию, что это суперновое чудодейственное лекарство, разработанное там совместно, там, в НИИ, разрабатывая десятилетия и так далее, и так далее, то человек эффективность повышается заметно больше. Поэтому вопрос в подготовке или до подготовки. И вот, возвращаясь, вот опять там, про цыганский гипноз, все строится очень просто на, в чем? На страхе потерять, там, не знаю, там, здоровье, близкого человека, ребенка и так далее. Все, чтобы усилить этот эффект. Ну, тоже не ко всем подходит. Допустим, люди, которые бросаются в панику, начинают размахивать руками, ногами, обороняться, кричать, им не подходит. Зачем лишний шум создавать? Им нужно тихий, который впадает в тупор, подавленный и так далее. В Томске был реальный случай в начале 2000-х годов. Я где-то в 2003-2007 год работал сотрудником ГУВД Томской области, проводил семинары по гипнозу, по саморегуляции для, так сказать, психологической службы ГУВД Томской области и ХМАУ, ну, Тюменской области. Мне рассказывали пример, как однажды, это было в Томске, летом, цыганка додумалась подойти к молодой блондиночке, которая вышла из дорогого авто, позолотить там ручку и так далее. А та настолько испугалась этой встречи, что, недолго думая, из своей сумочки достала травматический пистолет и выпустила в цыганку всю обойму. Цыганка попала в больницу, а блондиночка в тюрьму на несколько лет за причинение, так сказать, вреда здоровью, причем цыганка же ей не угрожала, да, ножа не было, с какой стати, в общем, формально вот так вот это было. Поэтому таким тоже не особо интересно. И, да, производственная травма, такое тоже случается, поэтому подготовка нужна. И люди, допустим, идущие там к шаману, они чего-то ожидают, и люди, идущие на эстрадный сценический гипноз, они тоже что-то ожидают. То, что написано на афише, там, впервые в вашем городе, демонстрация гипнотических феноменов, там, и это вот то самое подготовка, как мы говорили про плацебоэффект. Была забавная статейка, проводили интересный эксперимент. Взяли группу студентов, это все про этап подготовки я рассказываю. Долго, занудно, но тем не менее, да. Взяли группу студентов, 100 человек, посадили их в лекцию, в лекционный зал и сказали, вот сейчас мы вам включим запись. Это запись, звук шаманского бубна. И что шаманский бубен, его особые звуки, интонация, влияет на психику человека, погружая в гипнотический транс, и так далее, и так далее. И такая лекция на полчасика про шаманский бубен, про шаманизм, про шаманский транс, и так далее. Включают музыку, там, шаманский бубен, ну, записи там, и туда, и потом опрашивают аудиторию. И более 30% отметили, что да, что-то необычное, они в своих состояниях отметили, что вот да, что происходило в их теле, восприятии и так далее, и так далее. Да, эмоции, совершенно верно. И вот был такой эффект. Затем берут эту же аудиторию, заводят другую группу, 100 человек, сразу же, чтобы там слухи не распространились, и рассказывают. Сейчас мы вам дадим прослушать вот запись, а запись та же самая. Ну, это не шаманский бубен, а это пьяный дядя Вася водопроводчик стучит по трубе. Давайте послушаем эту запись в течение получаса, а затем вы ответите на вопрос, как вы себя чувствуете. И включает ту же самую запись, с мыслями, с идеей, с подготовкой, что это никакой не шаманский бубен, а пьяный водопроводчик стучит в пионерский там барабан, и вот люди слушают это, а затем их опрашивают, как вы себя после этого чувствуете. И знаете, я помню, знаете, люди на негативное реагируют больше, чем на позитивное. И оказалось, что 70% присутствующих там, в два с лишним раза больше, отметили, что никакого транса у них не было, зато было раздражение, и жевание этого пьяного дяди Вася водопроводчика чем-нибудь потяжелее тоже ударить. Вот таков вот интересный эффект этой самой подготовки. И подготовка, она может быть, в чем заключаться? Либо вы подготавливаете человека к трансу, подготавливаете к трансу, объясняя, как, зачем, куда это будет, почему. И, кстати, многие школы гипноза, там, эриксоновский гипноз, современный гипноз, там, мега-крутой гипноз, там, закианский, отечественный и так далее, разницы нет, состояние одно, на самом деле. Отличается лишь в тех мифах, которые школы различные, там, гипнозы, психотерапии, распространяют. Да, сами себя подготавливают, и те мифы, в которых они живут. Есть такое понятие, как массовое самосознание, есть понятие, как субкультура. И профессиональный психолог, гипнолог, никоим образом не должен, так сказать, зацикливаться на чем-то одном. И хочу сказать, Дмитрий, это игра, игра, но не только игра. В гипнотическом состоянии присутствует особо физиологическая составляющая. Вся жизнь наша игра. Речь идет о втором. Мы говорим, что кроме того, как вести человека в гипноз, это мало. Ну и что? Ну вот, человек в гипнозе. А что дальше-то? И чтобы мы могли управлять человеком в гипнотическом состоянии, чтобы мы могли воздействовать терапевтически, на него как-то, если говорить о психотерапии, или о самогипнозе, мы должны обозначить, куда этот вектор будет идти. Мы даем человеку пустышку, говорим, что это отрава, и он болеет. Мы даем человеку пустышку, говорим, что это лекарство, и он исцеляется. И гипноз лишь усиливает эту самую внутреннюю игру. Вот, Дмитрий, если вы услышали меня, поставьте, пожалуйста, плюсик. То есть это не просто игра, а это особое физиологическое состояние. Это сниженная критичность, это особая внутренняя готовность организма, психики к определенным действиям. Это вот такое состояние ресурса готовности. Но того, куда мы пойдем, зависит от первого этапа, от ожидания. Если человек ожидает, что гипноз – это что-то жуткое, ужасное, опасное и страшное, то если мы не опросим человека, не узнаем это, то мы рискуем действительно навредить человеку. И в большей степени это будут ноуцептивные переживания, им же изначально запущенные. А гипнотизеры, гипнолог, если это не учел, может это усилить. И поэтому важным аспектом является подготовка, либо выяснить те особенности мировоззрения человека, в котором он живет. Некоторые гипнотизеры, прежде чем погружать человека в гипнотическое состояние, по часу, по полчаса рассказывают о том, какой великий эриксоновский гипноз и Милтон Эриксон, как мы будем делать и так далее, и так далее. Зачем они это делают? Это как с тем шаманским бубеном лекции на полчаса. Что, да, очень долго, но зато мы создаем такое понятие, как терапевтический коридор. И даже тот же Элман, вот кто-то про него спрашивал, рассказывал, там другие авторы, Пировов, Бехтеров, другие, рассказывали про эту вот самую тему. Создание вектора, куда мы идем. Если мы не создаем терапевтический вектор заранее, то мы не знаем, куда, к чему нас сеанс этот приведет. Это один из важных. Особенно я хотел бы это подчеркнуть, да, и в том числе создание доверия при занятии самогипнозом. Если мы не сдаем цели, какие-то задачи, не настраиваемся, то особой прагматичности и результативности занятий самогипнозом и тренингом не будет. И нужно прежде чем погружаться в состояние, подготовиться. Подготовить себя, обозначить направление, куда мы двигаемся. Если вы этого не делаете, то, пытаясь погружаться в это состояние, будете думать, так, с чем работать, куда, почему и так далее. Эффективность резко снужается. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. И если человек имеет какие-то негативные представления о гипнозе, да даже если позитивные, то важно на первом этапе терапевтическом и симгометерапии их прояснить и задать вектор, куда мы движемся. Причем в этой подготовке должно говориться что будем с ним делать, как делать и каким образом мы будем достигать результатов. Если, допустим, человек приходит и говорит, я хочу, чтобы меня погрузили в глубокий транс, мы должны поинтересоваться. А что он этим подразумевает? Каким образом он предполагает, что мы будем погружать его в транс? Если человек говорит, ну вот, я в фильме видел, что маятником тяжелым взглядом и с вами спать, ты погружаешься в глубокий сон, то да, мы понимаем, что ага, все ясно, батенька, сейчас сходим за маятником, настроим свой взгляд и будет вам счастье. Если человек обчитался история про Мютана Эриксона, мы должны ему полчаса рассказывать сказки про Мютана Эриксона, про могущество эриксоновского гипноза. Если человек считает, что только шаманский бубен может погрузить, вы должны срочно сказать, так, секундочку, зайдите через полчаса, сейчас сгоняю своим шаманским бубеном. Срочно обзванивайте всех своих знакомых шаманов или звоните куда-нибудь, слушай, Вась, подскажи, где здесь срочно достать шаманский бубен, тут у меня клиента теряем и так далее. Да, и вот все мы манипуляторы в той или иной степени. Но если мы этого не делаем, тогда есть, знаете, сейчас более 5000 направлений психологии, и все они высасывают, грубо говоря, там что-то из пальца. Так сказать, допустим, вот кто видел подсознание, поставьте плюсик, хоть раз кто-нибудь видел свой подсознание, если нет, поставьте минусик. Никто его не видел, но все о нем говорят, про глубинную мудрость, про бессознательное, еще что-то. Это все неосязаемое, это все на уровне философии, это все на уровне веры, религии, и мы все в этом живем. Кто-то рассказывает про существование Бога, про исцеление, но оно есть, но его никто не видел, его пощупать нельзя. Но мы про это говорим, так же, как одни верят в подсознание, другие верят в Бога, другие верят в Будду, в Аллаха, в Духа, в Святую Воду и так далее. Замерить это нельзя. И вообще, психология, если уж так говорить, более глобально, не является наукой. Сейчас существует более 5000 направлений течения в психологии, в психотерапии, в гипнозе, в религии и так далее. Но все это работает на уровне вот того самого эффекта плацебо. и психологии различные такие существуют на стыке религии, философии и медицины. Потому что наше тело влияет на наше сознание. В здоровом теле здоровый дух и обратно. Так что вот, если говорить так сказать, если говорить о таких интересных составляющих, вот то самое подготовка, еще по-другому называют стыковочный сценарий, мифы, живущие массовым самосознанием, мы их никоим образом не должны игнорировать. Иногда гипнологи, психотерапевты сами их создают, я бы так сказал. Допустим, в начале 90-х полустомыл заряжали воду, кто-то аккумуляторы под сеансы Чумака и Кашпировского. Кто такое помнит, поставьте плюсы. Пожалуйста. Люди верили, им это помогало. Они это воспринимали вполне и как. Потому что телевидению тогда люди доверяли. Вот явился Чумак, Кашпировский, сказали, сейчас будем вас целить. Объяснили, что и как, и поехали. Поэтому подготовке нужно объяснить, чем мы можем помочь, как мы будем работать, какие будут эффекты. как работал уважаемый Кашпировский. Он действительно профессионал в своей области. Он перед сеансами демонстрировал, вот, вчера нам пришло пять мешков благодаростных писем от разных клиентов. Давайте почитаем первопопавшееся. Дорогой доктор, все рассосалось и отпало. Спасибо. И вот разными способами, разными примерами он показывал, что это работает, тем самым стыковочным сценарием, создавая мифы, усиливая тот самый плацебоэффект. Потому что через телевидение в основном самогипноз, это реально работало. Не на всех, но работало, хочу подчеркнуть. Поэтому подготовка очень важна. И мы либо должны сами создавать мифы, так делают некоторые психологи, пишут книги умные, семинары проводят, легенды, мифы распускают. знаете, я бы сказал, в современном мире разные подходы психотерапии, психологии распространяются не по принципу клиническо доказанной научной эффективности, а по принципу маркетинга. Написал книгу, снял фильм, все, вот клиенты обеспечены. Люди просмотрели, поверили, а как говорится, повери ваши и воздастся вам. Вы знаете, вот великий гитметизер Иисус Христос так и говорил. И это не богохульство, я считаю, что вот физически как это можно объяснить именно так. Так сказать, да, у Кашпировского медицинское образование, он кандидат медицинских наук, а еще он консультировал сборную Советского Союза по тяжелой атлетике, и кроме того, он еще кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике или даже мастер спорта. Так что это все работало на уровне подготовки. И так работает эстрадный гипноз, так работают амулеты, так работают заговоры, заклинания и так далее. Так работают политики, совершенно верно, так работает реклама, так работает все в нашей жизни, на самом деле, так или иначе. То есть подготовка к созданию мифов, которые затем уже активно утилизируются в той или иной степени. Может быть это противоречит. И разные мифы, но вопрос знаете, Мария, я предлагаю не противоречить им, не бороться, а добавить еще одну модель. На некоторых людях это работает. И психологи, которые сидят очень узко в одной модели, вот я гештальтист или психоаналитик, и все, они напоминают сектантов или беговую лошадь, у которой шора на глазах, она видит только впереди, а слева справа, ни лево, ни вправо, никуда. Но люди разные. И один приходит, он верит, что ему может помочь только святая вода, отпустить грехи, еще что-то сделать, попить из воды заряженной, зарядить чай с молоком и так далее. это работает. Поэтому вопрос в чем? Я с разных сторон говорю, если мы работаем как психологи, мы должны быть гибкими. Вот именно так. И идея заключается в том, что полезно выйти, помнить о том, какое у вас было мировоззрение, шагнуть в сторону, посмотреть чуточку шире. И моя задача как раз это и сделать. Итак, идем дальше. И может очень сильно за вас стрелиться на этом, но стыковочный сценарий это основа основ различных теорий психотерапии. И вы можете сами создать любую психотерапию. Придумать мифы, методы, подходы, чем только не лечат сейчас, как шутят уважаемые Задорнов, пчелопокусыванием, мухозасиживанием. Есть замечательный такой доктор Попов или Малахов в винотерапии лечит мочой, мухами, еще чем-то, геморрой огурцом не отрывая от грядки в особой позе и так далее. Поэтому если говорить про такие вещи, это работает. Есть люди, которые в это верят. Им в той или иной степени это помогает. Поэтому если говорить про эти вещи, то мифы были, есть и будут. Есть, конечно, вредные мифы. И я хотел сказать, что они всегда присутствуют. И психотерапия, гипнотерапия, гипноз, этот эффект, все, что мы строим, базируются в первую очередь от особенностей, от начальных этапах. Это ужасно. Если говорить о том, что психология наука и не наука, это отдельный спор. Я не считаю психологию наука, она не сформировалась как наука пока. Математика это наука, биология, генетика это наука, медицина это наука, психиатрия это наука. Психология находится сейчас на уровне алхимии. Может быть когда-то это будет как химия. Среди психологов нет единой терминологии, нет единых методов и так далее. И все весьма гипотетически условно. Я говорю психология на стыке религии, философии, медицины, где-то там и еще искусства. И мы идем дальше. поэтому подготовка это подстройка как обезьянничество под бихание, под позу, а под ценность, под мировоззрение человека. Это один из основных аспектов. И без этого мы не можем пойти дальше. Почему? Погрузить человека в гипноз можем, но если мы что-то хотим еще изменить, то мы можем качественно, экологично, эффективно изменить, если мы попадаем в модель болезни и терапии человека. если человек верит в гештальтерапию, дайте ему гештальтерапию, верит в науки, верит в шаманство, пускай это будет шаманство, не надо спорить с клиентом. Вот главное золотое правило, не спорьте с клиентом, с пациентом. И исходя из подготовки, мы можем те или на эффекты являтельны, и в этой подготовке мы закладываем цель, направление. И это относится и к самогипнозу. Если мы не ставим себе конкретной цели, чего мы хотим, как это будет проявляться, как я буду проводить, не важно, гипноз, самогипноз, и у нас не будет эффекта, он будет размазан. Вот именно так. Да, совершенно верно, прежде чем что-то сделать, человеком, нужно его изучить. Вот именно так. Да, я в том числе обучаю по гипнотерапии. эта подготовка с такого очень сценария это очень тонкое искусство. В большинстве случаев на семинарах обучают людей, как погружать в гипноз. Но не всегда это приносит счастье или даже пользу. Если человек считает, что гипноз может навредить, и если вы не проанализировали его мифы, его представления, его мировоззрения, то это скорее будет во вред. Вот именно так. И расскажем про отмен давайте пока к структуре. И вот следующий этап, когда мы определили цель, задали тренд, как плацебо эффекте, можно уже и не гипнотизировать, если грамотно вы все это сделали. И именно на подготовке вся ответственность там уже и закладывается. Если вы этого не сделали, то вы халатно работаете. Это нужно понимать, кто перед вами сидит, во что он верит, какие у него ожидания, какие у него цели. И уже исходя из этого, после этого первого этапа нормальный специалист начинает работать. Совершенно верно, как Мария пишет, насколько я вас понимаю. И уже затем мы начинаем вводить в гипнотическое особое состояние сознания. Здесь важный момент, зачем это делать и как это делается. я говорил, что сам по себе особое состояние сознания это некий гипногенный стресс, как мы это обсуждали. Это уже влияет на какие составляющие? На ту биологическую составляющую, на определенную снижается критичность, человек более искренне в этом состоянии что-либо воспринимает. Если дальше на третьем этапе воздействия вы будете принять разные техники, слова, образы, воспоминания, какие-то индукции давать, внушения, и это будет ложиться на ту модель его мировоззрения, его модели болезни, терапии. Есть такой термин, что значит модель болезни терапии. Если человек вырос в шаманском племени, он считает, что все проблемы болезни, из-за того, что злой дух похитил его душу, ему надо вернуть душу. Если человек считает, что причина его болячих, потому что его кто-то сглазил, значит надо снимать сглаз. И вот здесь, когда мы проработали тренд, направление, мы обговариваем, что будем делать, как будем делать, зачем, мы уже вместе с человеком, поняв его ценности, это не какая-то борьба, это сотрудничество. И задача гипнотизера, если мы говорим в терапевтическом плане, выступить как проводник, который помогает человеку сделать шаг навстречу его ценностям, исходя из его карты, из его мировоззрения, представления. Мы должны это достыковать. И погружая в эти состояния, мы позволяем человеку мобилизоваться внутренне, для того, чтобы сделать этот шаг. В этом состоянии человек менее критично воспринимает происходящее. И вот здесь мы подходим к следующему воздействию. Суть второго этапа погружения в это состояние лишь в маленькой снизить критичность человека, мобилизовать его внутренние ресурсы для того, чтобы приступить к третьему основному терапевтическому воздействию. Вот именно так. Это основная состава. Потому что погружить человека в это состояние, не задав цели, можно, но пользы какого-то эффекта особого не будет. И мне часто пишут люди, я там занимаюсь, медитирую, у меня все получается, а счастья нет, внушаю, а ничего, я говорю, а цели ставили, какие вы цели ставили, а что вы делали потом? И люди, оп, а мы не знали об этом оказывается. Вот именно так. Да, Андрей, совершенно верно, гипноз безопасен для психически и физически здорового человека, но все хорошо, как говорится, в миру. Именно так. И вот третье воздействие, это уже само воздействие посредством слова, внушения, посредством представления образов, это уже воздействие. Если говорить об этом воздействии, то в первую очередь, я вижу уже спор, тут уже вопрос этики психотерапевта, гипнотерапевта, это уже отдельный вопрос. Так вот, это воздействие, его задача, продолжить тот тренд, заложенный заранее. Это воздействие может быть как плюс и минус, конечно, но само по себе погружение, я хочу сказать, оно, как физиологическое состояние, оно не вредно, даже полезно. А вот то воздействие, помните, как мы писали, говорили про эффект плацеболеноза, можно дать, взять одну таблетку, глюканат кальция или глюкоза, разводить пополам, дать одному больному сказать, что это лекарство, а второму дать, насильно его спорить, сказать, что это отрава. Таблетка одна и та же, таблетка сама не вредит человеку, а глюкоза даже на пользу может быть не вредна, в общем, но, или витаминку дадим какую-то, но эффект будет разным, воздействие будет разное, почему? Потому что вот была подготовка, сказано, был ритуал, дали таблетку, и потом погружение, сказали ритуал подготовки к воздействию, шаман стучит в бубен ритуал, гипнотизер там размахивает маятинг, говорит спать, делает пассы, вода заряжается, это ритуал, совершенно верно, заряжаем воду, золотим лучку, просим деньги с кармана в карман переложить, какие-то пассы размахиваем и так далее. Так сказать, поэтому сам по себе состояние оно никоим образом не может навредить, так же, как и таблетка глюкозы, сахара, октуоза, не вредит, вредит уже воздействие внутреннее, которое человек усиливает само по себе. И поэтому идея заключается в чем? Что воздействие должно лежать в ключе мировоззрения человека в его модели болезни, терапии, поэтому и нужно прояснить, а что человеку помогает. Есть такие мифы, легенды, конечно, тогда намного быстрее это происходит, потому что человек уже работает в своей модели исцеления, вы не выстраиваете новую модель, вы не боретесь с ним, вы не спорите. И если человек говорит, что ему помогала заряженная вода, то вы говорите честно и прямо, извини, я заряжать воду не умею, как там Чумака Кашпировский и так далее, да, так сказать, но я могу вот тебя научить, чтобы ты сам для себя ее заряжал. И вот ты сейчас сядешь, закроешь глаза, ты будешь представлять такие образы, положать в этом состоянии, а перед тобой будет стоять стакан, как некий ритуал по завершению, когда ты таким образом помедитировал, ты можешь выпить этот стакан и усилить то внутреннее воздействие, которое ты оказал на себе в качестве слова. Красиво, просто, да, и это будет работать. так сказать, поэтому здесь многое зависит от человека, от его ожиданий, и вы должны выставить воздействие его на развитие. Ну что ж, это вот так вот, долго, занудно. Четвертый этап, так сказать, это дегипнотизация, страшное слово, но суть его понятен, то есть, что поработали, дали какие-то внушения, провели какие-то ритуалы, попросили что-то представить, провели какие-то психотерапевтические техники. На самом деле, в гипнотическом состоянии можно реализовать любые идеи психотерапии. Хотите, занимайтесь в гипнозе психоанализом, гештальтерапией, ради бога, психодрамой, символом, ну, психодрамой, наверное, не получится, в некотором степени, так сказать. Это можно, если мы заранее вот эту идею человеку донесли. А то, знаете, горе-новоявленные неоперы, только что прослушившие первую сессию науки практики или еще что-то, там говорят, обратись к своей творческой части личности. А человек говорит, что ты мне говоришь-то? Я целостная личность, не жасофреник, нету никаких там отдельных частей. Поэтому, надо сначала объяснить, что тут есть такая часть, такая часть, объяснить, внедрить, подготовить. А если этого нету, мы игнорируем этап подготовки, не учитывая мировоззрение человека, его ожидания, то ноль эффект. Эффект резко снижается. Именно поэтому различные гуру, прежде чем явить чудо, долго, занудно рассказывают. Либо уже среди своих адептов, которые начитались книги, это проводят. снижается. И если говорить о де-гипнотизации, один из таких примеров, один из таких примеров, вот знаете, у Кашпировского было, когда там по всей стране его смотрели, в Москве, там, в Дальнем Востоке, там, вырубился свет, там, человек там, не услышал слова на выход, и так далее, то некоторые начинают переживать, а я не услышал слова на выход, что со мной будет. На самом деле, ну, люди спокойно входят, а могут сами и завершить это состояние. Но, если мы не проделываем ритуал, так сказать, процедуру де-гипнотизации, то время, вот это несколько затягивается, да, человек может там запускать свои какие-то негативные мысли, нацептивные переживания, поэтому полезно это завершить уже более направленно, чтобы человек не переживал, и задать вектор, куда, что, через некоторое время сеанс завершится, по возвращению будем свежие, бодрые, отдохнувшие, голая ясная, свежая, на стороне приподнятая, отличная, все программы установки вступают в действие. Ну, вот, увлекся, да, то есть, вы задаете вектор, дальше, вы продолжаете, как должен человек, даете пост гипнотические установки, как себя чувствовать. И пятый этап, хорошо, что-то повнушали, сделали, нужно дать, утилизировать, утилизировать тот эффект, который мы получили, это опросить. То есть, вот пять последовательных этапов, мы их разбираем. Что значит утилизировать, это еще раз зафиксировать на цель, дать какие-то задания, сказать, что мы с тем-то поработали, увидеть и чувствовать, это получилось. Вот пять базовых шагов, и не важно, как это. Это цыганский гипноз, шаманский, там, практики, эстрадный гипноз, клинический гипноз, не принципиальный. Есть пять последовательных шагов, вот мы их разобрали. Подготовка, когда мы выясняем мифы, которые у человека внутри, бытуют, его представления о его запросе, реакции, как войти, выйти, какие он действия должен произойти. Второе, это погружение, так сказать, в это состояние, чтобы снизить критичность человека. Сначала мы сдаем цель, там, мы с ним погружаем это состояние, чтобы задействовать гипногенный стресс, мобилизацию. Третье, это воздействие на человека, и мы как раз погружаем это состояние, чтобы снизить критичность, усилить этот эффект. А воздействие должно выстраиваться, исходя из цели, обозначенной в подготовке, явно, четко, понятно. Четвертый этап, завершение и постгипнотические установки. И пятый, это утилизация, закрепление тех эффектов, прояснение цели, задач, опрос, что человек чувствовал, и вот это все последовательно. Итак, вот это основное. Если есть какие-то вопросы по этому, то, пожалуйста, напишите. Очень кратко, сейчас есть минутка, почитаю вопросы. Итак, если есть вопросы, то давайте прокомментируем. Если понятна эта модель, идея, то дайте знать, какие-то вопросы я отвечу. Так. Потом будет хорошо. Из Тюмени. Ну, спросите, есть там стюмени. Какие противопоказания к гипнозу, спрашивает Ксения. Замечательно. Хороший вопрос, спасибо, Ксения. Есть противопоказания некоторые. Ну, какие? Это, допустим, молодой возраст. Я считаю, что там младше 12 или 14 лет нет особого смысла этим заниматься. И там другие методы вполне более прагматичны, могут эффективное воздействие. Во-вторых, обычно, так сказать, если говорить про гипноз, допустим, нежелательно погружать в эти состояния людей, страдающие психическими заболеваниями, если вы не врач-психиатр. Потому что может только спровоцировать, если тем более у человека в состоянии обострения и так далее. Нежелательно погружать человека в это состояние, если он находится в состоянии, у него высокая температура, какая-то интоксикация, в состоянии, недавно переживая стресса, сильно возбуждение сейчас находится и так далее. Что еще, допустим? Ну, обычно хуже поддаются гипнозу невротики, да, составляющие неврозами. Очень аккуратно, осторожно нужно, если человек принимает какие-то психоактивные препараты, потому что одно на другое может накладываться и что там в итоге получится, непонятно. Тем более в состоянии гипноза мы говорим, что мозг работает более активно, требуется больше кислорода, глюкозы, проницаемость гемоэнциклобарьеров резко меняется и поэтому ряд препаратов может быть, так сказать, есть такой потерянный, патологическое пенение, да, психоактивные препараты сильнее могут действовать. Осторожно нужно, если человек принимает ряд гормональных препаратов, допустим, гормоны щитовидной железы, мы знаем, что они могут влиять очень сильно на психику человека, правильно? Допустим, телеотоксикоз, человек более возбудимый, там, активный, агрессивный, может быть даже, напомню, гипофункция, наоборот, вялый, там, и так далее. Это такие. Ну и по поводу противопоказаний, ну, я говорю, гипногенный стресс, как вот, определенная физиопроцедура, это стресс, и обычно, когда мы проводим серию сеансов или физиопроцедуру, возможно, обострение текущих хронических болячек. Это вполне естественный процесс, да, поэтому люди, их полезно поддерживать. После сеанса могут некоторое время чувствовать себя хуже, может, когда-то временно страдать сон, допустим, могут там появляться какие-то там головные боли, почему? Потому что, вот, погружаем в состояние, это одно, выходим, это некий такой скачок давления, потому что в состоянии гипноза давление несколько снижается, может быть, нормализуется, потом снова встал, пошел куда-то. Это влияет тоже, как некий такой стрессор, поход в баню, ублевание, там, стресс, переживание, это сказывается, вот таким, на сон, может быть, давление, легкая головная боль. Но обычно на первом сеансе, знаете, любой профессионал работает аккуратно, да, не так, что вот, а вперед. И только лишь, допустим, когда проводят там кодирование, да, когда там уже вопрос жизни и смерти, что сейчас человека не остановить, там берут расписку, говорят, что врач ни при чем, и там работают быстро, жестко, и, как говорят, там также стаколочный сценарий погружения и так далее, провокации еще алкогольные. Так, Валерий спрашивает по поводу аутичных детей. Вот, честно говорю, я не могу об этом сказать, потому что я с детьми вообще там можно, в принципе, работать, но я очень аккурат, там своя особенность, в принципе, у детской психики. Там нужно быть в теме, какие-нибудь там мультики, игры, смотрят, играют, что я прямо не могу прокомментировать никаким образом, потому что с детьми вообще я не работаю, тем более с аутичными, и просто это не моя область, так сказать, компетенции, поэтому извиняйте, вот в чем разбираюсь. Ольга пишет, можно ли без желания человека вести гипноз? Гипотетически можно, вопрос только, что дальше-то с этим делать? И вопрос в том, что человек, в принципе, психически здоровый, нормальный, ну, знаете, он, собственно говоря, вопрос как? Насильно-то, конечно, может быть, и нет, вот прям, классическими, ну, допустим, любой шок, стресс, это уже есть некий такой гипноз, да, напугайте человека, найдите на него там оружие, он без всякого гипноза сделает все, что угодно, правильно? Поэтому вопрос, что можно, но вопрос в чем? Как терапевтический гипноз такой, без его желания, я не рассматриваю, считаю, что вот этого никакой особой пользы и прагматики не будет, вот в чем вопрос. Поэтому человек и так иногда неосознанно входит в неглубокие состояния. Вопрос в том, что мы с этим можем сделать? Пытаться там что-то внушить, что человеку противоречит его там ценностям, убеждениям, маловероятно. Человек будет достаточно, большинство людей могут этому противостоять. Не все, но большинство. Мария спрашивает, если гипнотическое внушение входит в противоречие с внутренней установкой, пусть с рождения на что происходит? Ну, вот я Марии вам сейчас и рассказал. Ну, один из примеров, если там проводили даже эксперименты, человеку давали бумажный нож, там картон, ударит человеку, если человек там не какой-то там убийца и прочее, ну, он этого не делал. Но можно и без гипноза человека обмануть, сказать, что вот этот нехороший человек, он там, собственно говоря, плохой человек, редиска, он там угрожает твоей семье, он там нашей стране угрожает, он враг, да, там, объявить газоват, там и прочее, и человек без всякого гипноза пойдет убивать. Поэтому некоторые вещи можно быстрее без гипноза сделать. Понимаете, в чем дело? Если опираться на его ценности, установки, вот именно так. Допустим, вполне нормально, если человек станет на защиту своей семьи, жизни своей, даже в ходе этого процесса, может быть, даже покалечит или убьет другого человека. Он спасал свою жизнь с семьей. И человек не будет эмоционально как-то внутренне мучиться по этому поводу. Может, будет потом, но он более ценное на весы поставил. Так, ой, быстро. Курьезный случай, да, так сказать, сейчас игра гормонов, да, так, 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 вот я попробую тут все в кучу, у меня покрутилось. Так, нет, вот я говорю с детьми, я просто не работаю, Валерий, поэтому ничего не могу особо умного сказать. Есть специалисты, которые в гипнозе и прочее, это и есть, такое работает. Так, а у вас были такие курьезные случаи, какие именно? Курьезные случаи, ну, интересные были, вот, кстати, модель, как, так сказать, модель болезни, терапии, ожидания, работает, у меня был интересный случай, когда один раз в Томске, в Новосибирске прием веду, ко мне пришла женщина в возрасте на сеанс гипноза, у нее были панические атаки, ну, сначала, ну, прежде чем заниматься, там, терапией, панические, там, атака, и так далее, нужно выяснить, так сказать, эндокринолог, кардиолог, невропатолог, вот три основных, нужно сразу отметать, что все в порядке, только после этого говорить там об этом. и она пришла на гипнотерапию и долго рассказывала, что вот, она еще там, в советскую эпоху как-то ходила на сеансы, там, вот люди исцелялись, там, все было так интересно, ну, и я поспрашивал, каким образом это было, и я так понял, что в ее модели это была такая директивная модель, и мы сымитировали внешне директивную модель, я объяснил, что надо сесть, закрыть глаза, жестким голосом, на счет 2-3, погружаемся в состояние, ну, мы с ней пообщались, сеанс прошел идеально, она была довольная, но я в Новосибирске не часто бываю, по каким-то причинам она, значит, решила в Новосибирске сходить еще к другому гипнологу, не буду называть его, это хороший специалист, но он больше увлекается, так сказать, рейксоновскими методами подхода, не в том, что эти методы не работают, но получилось так, что вот она после моего сеанса пришла к другому специалисту, он хороший специалист, а он вместо того, чтобы как-то там с ней пообщаться, и увлеченный там возможностями рейксоновской гипнослики, стал долго занудной, ей там разными подходами, и она ушла оттуда абсолютно неудовлетворенно, потом еще мне долго рассказывал про это, я знаю, что это замечательный специалист, и суть заключалась в том, что почему не работала, чисто из-за того, что увидев другую модель, вот она сразу отмела, это не работает, это неправильно, это фигня, ну и соответственно был такой вот результат, ее мысли, исходя из ее модели, оказались сильнее, чем слова этого гипнотерапевта. Владимир, вот я, собственно говоря, до этого и описывал свою модель гипнотерапии, кстати, если есть желание, интерес, у меня есть даже семинар по гипнотерапии, у нас в Омске стартует, февраля, идея моей модели заключается в чем, вот те пять базовых шагов, это стыковочный сценарий, это анализ мифов, модели болезни терапии конкретного пациента и индивидуально под него простраиваются терапевтические сценарии. Есть определенные стратегические подходы и идея как раз гипнотерапии, я работаю, исходя так сказать, из ожиданий клиентов, какую модель гипнотерапии он видит. Если человек говорит, что заряженная вода, духи и прочее, я либо это утилизирую, прямо говорю, нет, я не шаман, воду заряжать не умею, но могу то-то, 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 и это схоже с тем-то, с тем-то. Либо сразу это не ко мне, идите туда-то. моя гибкость, моя совесть еще не позволяет быстрить такой сценарий, я не знаю, с чего начать, не понимаю, о чем идет речь. Если вы хотите быть хорошим гипнологом, психотерапевтом, вам нужно изучать разные культуры и субкультуры. Если вы хотите быть эффективным, вы должны разбираться, что ценно, что актуально, не знаю, для разных профессий, для разных кругов людей, для разного менталитета, не важно, кто он, продавец, шофер, токарь, сварщик, бухгалтер, банкир, я не знаю, просто клерк какой-то, программист. Есть определенные группы, чем он интересуется. И вам нужно понимать эти субкультуры. Почему я говорю, что не работаю с детьми, потому что там столько всего, надо в этом жить, не хватает другого. И вы должны читать разные книги, изучать разные виды искусства, хотя бы в общих чертах представлять, изучать разные методы целительства, психотерапии, не надо за вас ставиться только на одном. Не надо говорить, что все, я буду трансперсональщиком до конца своей жизни и смерти. Нет, вы изучаете как можно шире разные подходы, потому что вы не знаете, какой человек вам придет. И полезно учитывать, прямо так и спрашивать, а что вы читали по этому поводу, куда ходили раньше, к каким терапевтам, гипнотерапевтам, что помогло, что не помогло, с чем работали. Вы это все выясняете в предварительной терапевтической беседе. И чем более грамотно вы умеете слушать человека, более грамотно задавать вопросы, понимать и чувствовать его, и вы можете более правильно выстраивать и сходить из этого свою терапевтическую модель. Как говорится, для каждого времени, для каждого человека своя модель терапии. Я не могу всем помочь, я некоторым сразу отказываю, потому что если некоторые магические клиенты, я их так называю, я говорю, извините, это не ко мне. Не всегда могу это сделать вот так. Курильщику помогают, почему бы и нет, если есть желание, намерение, вполне это возможно, собственно говоря. Мы говорили, что человек все понимает, а почему-то внутренне не позволяет. это вполне возможно. Это вопрос мотивации, это цели и определенных шагов. Василий спрашивает, как остановить внутренний диалог. Знаете, очень интересно, забавная штука, некоторые эзотерики придумали, борьба с внутренним диалогом. Вопрос в чем? Прежде чем его останавливать, нужно понять, зачем вам это нужно. Валерий пишет, в полиции регулярно гипнотизируют плохой, хорошей полицейский. Можно и так, так. Я понимаю, что можно и без гипноза, но мы же про гипноз говорим, Мария, можно и без гипноза, но идея гипнотического состояния, состояния гипноза, критичность человека ниже. В этом состоянии человек находится в более мобилизованном состоянии, гипногенной стресс, мобилизации. И в этом состоянии проявляются интересные гипнотические феномены, которые идут на пользу. Наша терапевтическая и гипноз это не какая-то философская модель, как там в каких-то моделях. На фоне гипнотического состояния вы можете реализовывать любой сценарий. Главное действовать не в угоду своим теориям, идеям, прочитанным книжкам, когда люди десятилетиями учатся у разных гестратистов, психоаналитиков, а исходя из модели болезни, терапии самого вашего клиента. Вы идете след за ним, а не навязываете идеи дедушки Фрейда, Грофа или еще кого-то. Вот идея. И гипноз в этом состоянии человек более гибок, более обучаем. Как в детстве, мозг гипнотика и мозг ребенка работают примерно одинаково, и мы можем этот потенциал использовать на все 150%. Вот главная идея, зачем нам гипноз здесь нужен. Именно так. да, Валерий, можно и обмануть человека, но можно это без гипноза. Так, какой процент случайно отробленных людей можно вести в стадии на 3, 2, 2, 3 с первого раза, если гипноз все делает правильно. считается, что, допустим, хорошо гипнобельно люди, это еще от типажа зависит. Если знаете, может быть такой термин акцентуация личности и прочее. Вот, можно по этим типажам выставить некую шкалу. И на первом месте будет, конечно, стоять истероидный типаж, так сказать, тип на другом конце параноидальный. Таунц вам скажет, что-нибудь внушить, чем вы до него достучитесь. И вот истероидный типаж, он сам на сцену пойдет, он сам вылезет, он сам будет на первом, главное, он более подвижен, пластичный у психики и так далее. И, собственно говоря, сценический гипнотизер, что он делает? Он же не всех подряд из зала берет, он просит сделать примитивнейший тест, потом выводит тех, кого там руки не расцепилились или не отпускаются на сцену, их еще отбирает, каким-то определенным образом колет иголкой, тот, кто боль не чувствует, остается, чтобы симулянтов отсеять или просто случайно их вышедших. И, допустим, мы про эффект плацебо говорим, минимально это 5%, минимально. Поэтому, допустим, эстрадный гипнотизер не работает, если в зале менее 500 человек. Зачем? Потому что из 100 будет 5 человек, то они какие? 25, вот уже можно. Из 25 можно еще отобрать человек 5, который будет гипервнушаемый, который будет бабочек с открытыми глазами на луне ловить, рыбу ловить, ну и так далее. Это будет очень быстро и просто. А чем раскачивать? Такое есть. Но здесь вопрос очень тонкий. Есть разные вещи. Понятие гипнабельности и внушаемость это разные вещи. Вот астероидный типаж он более и внушаемый и гипнабельный. Так, да, 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 Валерия с детьми. ну, извините, Валерия, ну просто не работаю с детьми. Знаю, что и в психиатрии это используется проще. Я просто, у меня другая несколько тематика. Это как вот есть врач-терапевт, а есть врач-педиатр. Вот здесь то же самое. Очень много своих особенностей. Так, как человек угадывает задуманные числа? Один из тарел угадывал, я свидетель, факт. Ну, понятия не имею, о чем вы говорите, на самом деле. Технические средства позволяют там все, что угодно. Сейчас делайте наушник и прочее. Есть, вот допустим, можете почитать в науке жизни Юрий Горний, запомните вот его настоящего фамилия. Яшкин, Юрий Гаврилович Яшкин, кажется так, он разоблачал фокусы Вольфа Мессинга. И он угадывал там числа, находил предметы. Делается как, ну, в зале сидит подсказчик, тот, кто их несколько заодно, и он там непроизвольными типа морганиями, почесываниями, там, или направлением взгляда может человеку подсказывать это. Первую, вторую, третью, четвертую, там, цифру, а из цифры, соответственно, и числа целые складываются. Так что, это, в принципе, несложный фокус. Подобные вещи я разбавлялся, проводил эстрадный фокус, это так делается. Это фокус, собственно говоря. Может, там какие-то есть другие аспекты, я не знаю. Ну, это факт тоже, все чисто, все угадывается. Вот так вот. Что у нас в Омске в феврале? Мария Близомская, сюда поставьте. Вроде планируется. Так, Мария, спрашивай, здесь психологическое образование? Психологическое нет, психологическое есть, психиатрического нет. У меня вообще долгая история. Я вообще кандидат наук, но самое забавное, когда меня спрашивают, кандидат каких я наук, а некоторых это удивляет. Это кандидат химических наук по той простой причине, что вообще изначально я по образованию биохимика, а потом уже психолог. А, понимаете, вот есть кандидат физико-математических наук, а химико-биологических нет. Вот я химик получился. По ученым, так сказать, по специальности так вот вышел. Интересно. Ну, вот я ответил на все вопросы по образованию. Но, знаете, образование в институте, я хочу сказать, это ничего не дает. Студенты-психологи, вот я живу в маленьком городе Томске, и, знаете, здесь забавное, достаточно, в общем, на население 500 тысяч сразу 3 или 4 факультета психологии. ТГУ, Томский госинюниверситет, мединститут, мединститут, по 100 человек каждый год выпускает. И все они пытаются найти потом профессию, что-то, но вот адекватных специалистов готовят, я знаю, в плане там, клинический психолог в Томском мединституте. Все остальное там как-то у них сложно бывает. Может, что-то изменилось, но такие впечатления у меня о прошлом сложились. Так, вы отказываетесь по причине того, что не можете вести человека в особое состояние. Вы о чем? Уточните. Отказываюсь в основном не из-за того, что вести, из-за того, что в мировоззрении человека, мне непонятно, что с ним делать. В основном в этом. Будет ли запись вебинара? Хотелось бы еще раз прослушать. Запись я включил, у меня показывают 1 час 47 минут. Что там получится? Надеюсь, получится. Прослушайте. Или он уже так. Ваше прочтение реплики уже сильно после того, как я писал, моя фраза относилась вообще к другому куску вашей лекции. Уточните, просто я не успеваю, к сожалению, отвечать. Да, я в Омске. Понятно, почему? Почему из химика, из би-химика в гипнолога? Ну, мне всегда интересовало вообще, с чего все началось. Если уж обо мне, еще в 98-м году я увлекся своим навыком аутотренинга, саморегуляции. Я на себе оценил весьма перспективность этих интересных состояний, возможностей. В качестве примеров, что это мне дало. И когда я учился еще в школе, у меня было полно, так сказать, и троек, и проблемы были по успеваемости, ну, как, допустим, по химии, математике, по физике. Там у меня было всегда все отличное, биология, вот всякие гуманитарные сложности. А в институте я стал полным отличником. У меня средний балл был 5-0. Я реально оценил, как эти навыки саморегуляции прекрасно влияют на память, на свое самочувствие, физическую форму, на быстрое восстановление и так далее. Вот там-то я оценил во всей прелести эти состояния. И вот с этим в дальнейшем началось у меня увлечение гипнозом, можно так это сказать. Так что да, у меня история. Так, ну что ж... Так, вот Мария опять не поняла ваша вопрос. Это правда? Ничего не дает? Согласна. Ровно до тех пор, пока не строят дома или не делают операцию. Уточните, к чему я уже, может быть, нить ну да. Так, ну что ж, хорошо. Так, вопрос Валерий. Если этот сказ с работой человеком, мировоззрение человека становится... Спасибо. Мировоззрение человека становится понятным уже в процессе беседы с ним, с ним. А беседы уже подразумевают то, что человек в особом состоянии сознания и, соответственно, отказ от работы с человеком. Вопрос в чем? Ну, во-первых, мы пока беседуем, мы должны как раз определить, во-первых, цель от человека, потому что мы можем ставить такие цели, которые данными методами никак достичь и невозможно. Правильно? мы должны это прояснить цели, задачи. Если вы можете эти цели достичь, ну, тогда беритесь и работайте. Если вы видите, что, скорее всего, это реализовать в силу объективных каких-то причин биологических и прочих невозможно, ну, а вероятно, или если это не ваш клиент, допустим, ему уже нужна психиатрическая помощь, ну, значит, туда не лезем, исходя из своего образования, в общем, и компетенцией работаем. Да. Так, ну что ж, хорошо. Вопросы, вроде бы, мы ответили. Тогда давайте мы пойдем дальше. И я бы хотел немножечко, мы говорили, Добровский будет завтра. Он завтра весь день будет у Дмитрия, а сегодня у меня. Дмитрий давно уже покинул. Он просто нашу конференцию он сегодня и не может. там побыл немножечко. Ну, девайте, так сказать, что еще вопрос подставляю, как вы устали за это время. Прямо вижу, как вы пойдете, упадете спиной на Дмитрия. Да нет, пока все в порядке. Вопрос в чем? Вот Вадим спрашивает, можно ли я был гипнотерапевтом без медицинского образования? Вопрос не в том, значит, как вы себя там гипноолог, гипнотерапевт называете, а в том, с кем вы работаете. И вот здесь уже, если вы там работаете с зависимыми людьми, медицинское образование вам нужно будет. Чем занимаетесь? Если вы работаете, ну, допустим, проводите семинары, обучаете людей навыком саморегуляции, если вы помогаете справиться с какими-то поведенческими проблемами психологическими, то здесь медицинское образование как таковое не нужно. Но там очень тонкая грань, на самом деле, где прилегает грань между психотерапией, психологическим консультированием. Вот на это бы я был, точнее, вниманием. Вот это и есть. Для того, чтобы заниматься психотерапией, ей нужно медицинское образование. Так, сколько сеанс гипноза стоит? давайте отдельно Ксении напишите. Обычно у меня от трех до шести тысяч он стоит, в зависимости сколько он, какое длится, что нужно человеку. А вот гипнозом. Человек без медицинского образования может освоить навыки гипноза и самогипноза без проблем. Есть и курсы, и книжки, и мы проводим, так что все есть. Возможно ли лечить гипнозом больных РС? Расшифруйте, пожалуйста, что такое РС. Мне не совсем знакомая аббревиатура. Так, со своими родными? Да, да, да. Воверие абсолютно. Гипноз по скайпу возможен, но я обычно работаю как поддерживающий за тем встречи, когда человек уже вживую пришел, мы с ним поработали, а потом можно уже по скайпу. В отдельных случаях можно, но не всегда, потому что по скайпу мы не всегда можем оценить невербальные реакции человека, эмоциональные, это тоже для нас очень важно. Так, ну, ответственность всегда есть, Мария, если человек тем более работает, берет деньги, есть, кстати, даже судебная, уголовная ответственность, и есть ответственность как у человека, неважно, есть у вас медицинское образование, нет, ответственность в любом случае человек несет, и без медицинского образования он даже, так сказать, более тяжко, так сказать, у него последствия могут быть для него, поэтому это несомненно есть, и от этого корочка не спасает ответственности на самом деле, есть понятие там, врачебная ошибка, халатность и прочие вещи, это несомненно, мне очень нравится, Мария, ваш такой подход, потому что это, к сожалению, не у всех встречается. Вот, Лида пишет, можно ли лечить больных рассеянным склерозом, вы знаете, как, вот, здесь мы можем лишь замедлить процесс, то, что вы знаете, рассеянный склероз, насколько я знаю, вспять этот процесс невозможно повернуть, а вот как-то замедлить, поддерживать человека в таком более-менее нормальном состоянии, это вполне реалистично. Это, так, да, Мария, спасибо. Ну что ж, пойдемте дальше, давайте мы потом направляемся на вопросы, я бы хотел, немножечко осветить следующую тему, так сказать, у нас все равно уже так начинается вечер вопросов, так сказать, вот такие вещи, ну, Андрей тоже писал, что рассеянный склероз, он не лечится, только можно замедлить, так сказать, развитие, потому что это необратимо, фактически, и если говорить про один из таких вопросов, это признаки особого состояния сознания, именно то, что называют степени, глубина, погружение, степени, стадии, первая, вторая, третья, они строятся, исходя из признаков этих вот трансовых состояния, и я позже отвечу на вопрос, извиняюсь, сейчас тему завершим, и если говорить о этих признаках, их несколько, это ослабление мышц тела, допустим, наверняка многие с этим сталкивались, когда были, погружаясь, неглубокие, иногда спонтанные состояния, это могут быть ощущения тяжести, тепла, или покауни, или мурашек, или замедляется дыхание, может замедляться биение сердца, хотя на стадии только-только настройки погружения она может, так сказать, даже усиливаться, могут проявляться спонтанные движения, пока ни с чего, тела, головы, рук, ног, может возникать искажение восприятия своего тела, допустим, руки кажутся тяжелыми, большими, ватными, один из таких распространенных феноменов искажение восприятия времени, когда человеку кажется, что прошло 5 минут, а прошло почти целый час, эффекты связанные с анестезией, с анальгезией, то есть, когда снижается чувствительность, снижается болевая чувствительность, или почти отключается на некоторое время, это достаточно легко вызывается. Снижается критичность, развивается даже, возникает эффект мерцающего сознания, то воспринимаю происходящее здесь, то не воспринимаю. Могут быть амнезия, гипомнезия, гипермнезия, это феномен, связанные с памятью, то есть, хорошо помню, не помню, плохо помню. образные, либо цветовые, это основные признаки. И, кстати, вот, именно эти, по этим признакам и определяют первая, вторая, или третья стадия. Ну, хочу, вот это, знаете, в практике обычно первая, вторая, третья стадия обычно сейчас как таковое не выделяют, для исследования. Почему? Потому что галлюцинации вызываются только в третьей стадии, еще что-то, совсем не обязательно. Это так. И есть феномены эти, как специально внушенные, если мы специально будем внушать по возвращению сеанса, ты забываешь, что там было, то это одно, можно даже в неглубоких состояниях это спровоцировать. Или каталепсию, да. Поэтому вопрос заключается в том, что эти признаки, да, это такие условные внешние признаки наличия состояния. И можно говорить, что у человека было глубокое достаточно состояние, если хотя бы два, три признака одновременно присутствовали, не обязательно все. Все остальное, ну, это уже считается несколько устаревшим и не совсем прагматичным, потому что люди все разные, и у некоторых, может быть, даже на более ранних стадиях могут проявляться такие признаки. более показательным, как мы говорили ранее, это вот есть томографические исследования. Ну, что ж, давайте дальше перейдем вот к вечеру наших вопросов и ответов. У меня есть определенные часто задаваемые вопросы, но поотвечаю еще на ваши вопросы. Что еще, можно ли повысить вероятность введения человека в особо состоянии препаратами какими? Да, Валерий, есть такие препараты, к сожалению, названия не помню, однозначно, могу завтра их уточнить. Кстати, опять же, позволю себе отосхать вас к книге Тукаева Рашид Джолдатовича, у него там есть такая вот статья, глава, если вам в почте задать или завтра уточнить этот вопрос, я точно подготовлю и отвечу на него. Я просто препаратами имел, но есть такие препараты, это препараты воздействующие на ретикулярную информацию, мы можем как, так сказать, облегчать, улучшать, так сказать, в эти состояния человека, так и наоборот, так сказать, чтобы возникали менее глубокие препаративные, мы на это можем влиять. Такие препараты есть. Но я несколько, так сказать, далек от применения препаратов в своей практике, поэтому могу найти и ответить. Если вы, Валерий, если вы завтра напомните мне, поставьте плюсик, я отвечу на него, тогда заготовлю его ответ, я в чат отвечу завтра. Ага, все вижу, значит вот. Или лучше даже мне на почту напишите, я вам запомню и людям всем прокомментирую. Потому что вот так вот, к сожалению, то, чем я не пользуюсь, я не могу, к сожалению, помнить, но я знаю, где это посмотреть. Так, не те же средства, вот интересно, для каких целей комментировать. Понятно. Так, ну что ж, идемте дальше, давайте продолжаем наш вечер вопросов и ответов. и давайте продолжим, если у вас есть какие-то вопросы, я позволю, вот накопившиеся у меня в ходе моей такой практики, вопросы, которые чаще всего задают люди, клиенты, так сказать, люди на вебинарах, один из таких вопросов, есть ли не гипнабельные люди, вот, у кого такой вопрос, может быть, возникал, поставьте вопросик в чате, на каком процент людей, кстати, самых стойких, которые вот уже два часа слушают меня, прям, я прям удивлен. Нет, сегодня сеансы гипноза не будут, я уже в трансе, и так, без гипноза у нас времени уже достаточно много, это займет определенное время, сегодня такое общее, теоретически, у нас есть отдельно вебинар, вебинары, вечерняя медитация, где как раз мы осваиваем, погружаемся в эти состояния, сегодня у нас такое, скорее, вечер вопросов и ответов, развенчания мифов о гипнозе, любые ваши вопросы на тему гипноза и около гипноза, самогипнозе, и так далее, сегодня не будет. Если говорить о гипнабельных, негипнабельных людях, то сразу хочу разделить такие вот интересные термины, люди очень часто путают понятие гипнабельность и внушаемость, почему-то выделяя это все в единое русло. И я хочу сказать, что любой психический, физический человек гипнабельный. Негипнабельные люди, не знаю, по действиям некоторых препаратов, психически больные люди, страдающие неврозами, в состоянии сильного стресса, потрясения, потому что они в состоянии и так своего стресса находятся, сейчас и так далее. И если говорить про негипнабельность, то вопрос другой, скорее про внушаемость, там не внушаемость. Но мы уже говорили, что есть различный типаж людей, и есть хорошо внушаемые люди, их примерно 5% населения, есть менее внушаемые люди. Вот градация примерно, она как-то соотносится условно с понятием акцентуации личности, мы про это говорили. Допустим, понятно, что истероидный типаж, он более внушаемый. Сказали, что все, сегодня в моде вот такие-то наряды, такая помада или каблуки, или цвет, все, будет другой цвет, другая прическа, ради бога, все, быстро и легко. А есть такие люди, которым, вот, знаете, я имел замечательную возможность побыть в Академгородке в городе Новосибирске. Кто-нибудь, может быть, был хоть раз, поставьте, пожалуйста, плюсик. Абсолютно замечательное место. И иногда утром можно наблюдать в этом Академгородке замечательное такое явление. Человек, может быть, и даже несколько, какой-то бородатый в очках, в шапке вязанной еще с клювом советского производства в сандалиях непонятного вида. И это не какой-то бомж или дворник, это уважаемый человек, какой-нибудь профессор, член короля, даже академик. Понимаете, в чем дело? Ему глубоко до фиолетового, до понятий моды, норм, еще чего-то. Это человек, который не страдает от того, что он как-то не вписывается в какие-то рамки в чем-то абсолютно счастливый, уверенный и так далее. Как вы думаете, вопрос внушаемости, невнушаемости и так далее. Вопрос, знаете, в чем заключается? А гипнабельные все в той или иной степени физически, психически здоровые, потому что это нормальный режим, как режим сна, водоросли, так и особое состояние. Мы говорили, это некое схоже, это со стрессовое состояние. Да, шапка с клювом советского, ну, петушок, или как он там называется, не помню, напишите, как я его, не помню, хотя у меня такая шапка даже до самого дома где-то лежит. Если, поэтому здесь вопрос про внушаемость, и вопрос внушаемости очень просто, вопрос заключается в том, что на самом деле большинство людей в той или иной степени все равно внушаемы. Люди в большинстве в своем случае они конформисты. Люди, так сказать, верят, так сказать, посвящают жизнь религии, вере, еще о чем, вот такой-то идее. Большинство людей внушаемы. Это нормальное явление. нормальное явление в том плане, что люди социальные существа и выживание, так сказать, во многом на протяжении долгих миллионов, тысячелетий, лет, обусловлено было именно умение организовывать какие-то социальные группы и прочее. И там часто стоял вопрос доминирования и подчинения. и большинство людей, они в целом хорошо внушаемые. Как повторю слова Анатолия Кашпировского, я знал, что люди внушаемые, но не догадывался, что настолько. Вот именно так. Вопрос лишь во времени. Кто-то определенные идеи легко подхватывает, кто-то медленнее, кто-то до последнего всю жизнь живет с одной идеей. Да, совершенно верно. Мария пишет замечательный пример родительского гипноза, когда с самого детства не чавкань, делай так, делай это, делай то и так далее. И как правило отличники это достаточно хорошо внушаемые люди. так вот. А заядывают троечники, и дети с проблемами какие-то или вот как раз минимально внушаемые. С ними чаще всего какие-то проблемы там, вы знаете, Но большинство это внушаемые. Второй такой интересный миф, вопрос, можно ли узнать правду загипнотизировав человека. Знаете, вопрос в чем? Можно, только какая это будет правда. Вопрос в том, что есть даже такое понятие, как ложная память, внушенная воспоминания. Поэтому загипнотизировать можно узнать что угодно. Вопрос насколько это будет правда, это уже совсем другое. Зачастую так, что человек, вот правильно пишет, это будет правда для конкретного человека. Глубоко, копайте глубже. Вот именно. Так вот, вопрос заключается в том, что человек обычно будет комментировать то, что он считает правдой для себя. И обычно, как ни странно, внутренне есть такие процессы, связанные с восприятием информации, с искажением информации, допустим, вопрос вытеснения жертвы, нападений, грабежей, насилия. Очень часто они могут вспомнить даже приметы жертвы нападавшего почти в 70% случаев. Потому что пытаются вытеснить все то негативное, что там присутствует, что есть. И поэтому иногда человек отгораживается от травматического опыта, не желая его повторно проживать. Вот главная такая одна из идей. И поэтому узнать это можно, вспомнить что-то можно, но вопрос заключается в том, что так же легко можно что-то внушить. Вот именно так. Поэтому допустим есть гипно-регрессивные методы и они зачастую не применяются сейчас, потому что когда есть гипнолог, гипнотизер, который зарабатывает деньги тем, что помогает людям что-то вспоминать, он помогает им что-то вспоминать. Вот именно так. Это будет правда для человека, который ему не повредит. Ну что ж, да, Валерий очень правильно пишет. Третье. Можно ли выйти, не войти в гипноз или там остаться? Вопрос заключается в том, что некоторые думают, что в гипноз можно войти или выйти. Некая модель спящей красавицы. Но хочу сказать, что это модель спящей красавицы, наведенной фильмами, еще чем-то или сказками. Человек вполне, даже не слышав команды, спокойно может завершить этот сеанс, когда внутренне это будет актуально, может сам войти в состояние самогипноза. И знаете, порой люди по несколько раз могут в течение дня входить в состояние, выходить из него, даже порой этого не замечательные, глубокие, я подчеркиваю, не про глубокие, а такие легкие, поверхностные. Поэтому здесь я хочу сказать, что состояние гипноза, транс, особое состояние, это более энергозатратное состояние. и в нем человек просто физически долго не может находиться. Новички, допустим, которые осваивают навыки самогипноза, они, допустим, больше, чем 15, ну, 30 минут находиться в этом состоянии не могут. Вот именно так. Поэтому нужно некоторое время, практика и навыки, чтобы там долго еще оставаться. Можно ли заставить что-то сделать человека, ведя гипнотическое состояние? Ну, мы об этом говорили, можно, только если это не противоречит его ценностям, либо мы это обыграем как-то в этом такой составляющей. Ну, поэтому мы тоже говорили. Что еще? Реально ли вспомнить какое-то событие или деталь, используя гипноз? Да. Можно вспомнить какое-то событие или деталь используя? Конечно, можно. это легко. Вопрос в чем? Опять же, в том проживании, как мы говорили, того повторного опыта, насколько он там травматичный, нетравматичный и так далее. И вполне реалистично, если мы, допустим, не знаю, что-то лично сами делали, это почти навсегда остается в нашей памяти. Если, конечно, не идет речь о каких-то органических поражениях, нервной системе, достаточно долгий срок, это остается в нашей памяти, и мы можем это, в принципе, извлечь. Вот именно так. Ну что ж, идем дальше. Если есть, кстати, какие-то еще вопросы по ходу, тоже задавайте, с удовольствием будут отвечать. У нас такой свободный вечер вопросов и ответов. Ну, Дмитрий также планирует, завтра он немножечко представится, может расскажет пару интересных случаев своей практики, и затем тоже это свободный вопрос-ответ будет. Ну что ж, ну, про цыганские, так, вот Валерий пишет, мы сами находимся в транс регулярно на работе, в офисе, например, да, есть такое, но здесь, Валерий, я хочу подчеркнуть, что речь не идет о глубоких трансовых состояниях здесь. Обычно в ходе сеанса или осознанного погрузника совсем другое. И одно дело, когда это вот такое легкое, спонтанное, а другое, когда это целенаправленно, осознанно, более глубоко, но, несомненно, более продуктивное. Да, когда планируется ближайший сеанс гипноза? Вы имеете в виду, Валерий, в виде вебинара, да? Ну, я думаю, там, 30 сентября у нас планируется там, в ходе презентации такое будет. Так, если, если, если что-то хорошее, хорошо забыл, то можно с помощью самого гипноза вспомнить? Да, в принципе, возможно, если, подчеркиваю, нету каких-то таких психологических аспектов, это не вспоминать. Так, а чем разница практика вашей и Дмитрии? Уточните, практика в чем, я бы так скажем. А к вам записаться? Можете записаться, Валерия, по телефону, на сайте, можете найти. Если вы пришли, попали на мой вебинар, то, скорее всего, получали рассылку, можете, вот там, в рассылке есть мои номера, это моя рабочая почта, можете написать, я вам отвечу. Так, Дмитрий просто больше занимается обучением, самогипнозом, саморегуляцией, вот именно так, и, так сказать, он об этом тоже расскажет. Так, события с детства можно восстановить? Да, в некоторых случаях это возможно, не всегда, может быть, так сказать, в некоторых случаях бывают ограничения, но, в целом, можем воспоминать детство, далекое прошлое и так далее. Так, есть еще вопросы, вот про цыганский гипноз, вот спонтанно и так много говорили, вопросов задавали, так что, во многом, цыганский гипноз, это основа на чем? На страхах потерять здоровье близкого человека, там, ребенка, еще чего-то, и это оказывается более ценным, чем деньги, все остальное. На этом это и работает. Ну и, конечно же, слухи, легенды, которые передаются из поколения в поколение. Что еще? Так, спрашивают прошлую жизнь, для меня тоже, это актуально, события из детства, гипнотическая практика, Дмитрия, про путешествия, и сценические гипнозовые, Михаил. Ну, у нас тоже есть гипнотические путешествия, на Алтай, допустим, проводим, проводим. Сценическим я не занимаюсь, это пробовал, но у меня как-то это не мое. Вот так вот. Так. Спасибо, Максимус. Так, события с детства, прошлой жизни. Попробую, буду, прошлых жизней. Вопрос очень хитрый. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно? Вот ответ на это. Но я этот хитрый вопрос очень хитрый стараюсь обходить. Так сказать, допустим, прошлой жизни. Я сам провожу семинар по регрессивному гипнозу. Вот, честное слово. Ну, так сказать, критикую очень часто многих авторов, которые пишут про прошлую жизнь, про регрессию, так сказать, так сказать, ну, допустим, там, у них там, как ни сеанс, только там, все были шейхами, принцами, прям такие. Я обычно говорю очень хитрым, да? Если вы увидите в прошлой жизни, вы их увидите. Все. На этом ответ заканчивается. Именно такое. Так, что мое? Ну, мое это терапия, именно, гипнотерапия, это обучение людей навыкам саморегуляции. Это мое. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Мария. И вот, если говорить про, так сказать, прошлой жизни, то вопрос в чем? В том, что, если человек не верит в прошлую жизнь, то воспоминание детства, мы вполне можем получить оттуда много интересного, сценарий, импринты, вытащить. Импринты, это вот то запечатлевание, когда мы еще критично определенные события не воспринимали, но это эмоционально как-то запечатлено и потом влияет на нашу жизнь. Вот именно вот так вот. Если говорить о том, если человек верит, то он будет, конечно, видеть картины, относящиеся к прошлым жизням, и это тоже будет иметь терапевтический эффект. Потому что неважно прошлую жизнь, детство, в конечном счете человек видит несколько искаженную реальность, свою реальность, и он видит отражение текущей своей жизни в этом, и мы можем трансформировать это и заниматься в таком, так сказать, аспекте терапии помогать человеку. Неважно, прошлое это или детство. Терапии чего, спрашивает Мария. Запросы разные, там, стрессы, там, неврозы в некоторых случаях, да, фобии, неуверенное поведение, заикание. То есть спектр достаточно широкий, вот если я ответил на ваш вопрос. Так, Мария, найдите меня вконтакте, думаю, мы можем интересно поговорить на тему гипноза. Город Губкин. Так, теневка фантазии, имеется ли у вас навыки, опыт применения, применения цыганского гипноза? Я хочу сказать, что цыганский гипноз и сценический гипноз это по факту одно и то же, с моей точки зрения. И вот такого цыганского гипноза, ну, как-то мои ценности, мировоззрение не позволяет это, а эстрадные эффекты фокусом мы демонстрируем на семинарах, там, мостик, энергезия, галлюцинация, это вполне реально. Так, терапия, чего, я разве не ответил, Мария, на ваш вопрос? Ну, или вы не услышали, как-то прокомментируете? Если вы услышали, поставьте плюсики, если не ответил, то вопросик и прокомментируете. Или, может быть, слишком общие прокомментируют. Итак, идем дальше, ну, допустим, идем дальше. Возможен ли гипноз без слов? Некоторые такие вопросы спрашивают. Ну, я приводил пример, да, это возможно, человек сам иногда в эти состояния погружается, можно просто попросить человека закрыть глаза, так сказать, какой-нибудь там метроном поставить, тиканье часиков, в темноту создать, помахать пассами, да, помолчать. И, если сказать, что сейчас будет транс, и надо лишь ссоточить внимание на своем дыхании, то это будет, это вполне реалистично. Животных можем гипнотизировать без всяких слов, ковицу, кролика. Это возможно, и если человек внутренне это не противоречит ему, что надо обязательно говорить, то он вполне погрузится там с маятником, взгляды в глаза, пассы и так далее. Ну, что ж, ну, гипноз это не сон, я про это уже тоже очень много говорю. Так, Валерий спрашивает, можно ли посредством гипноза почистить подвалы по уши, то есть убрать негатив по уши, настроиться на правильное мышление. Ну, тут у нас интересные метафоры, конечно, звучат, это в этом, ну да, мы с этим и работаем. Можно переоценить события прошлого, это да. Есть такое, иногда есть определенный эмоциональный отклик, а мы это не всегда детально помним, раскладываем. Михаил, вы знаете, Александра Блинкова? Да, я знаю, у меня возможно даже несколько раз с ним общаться. Болсун, Блинков, я больше даже с Болсуном, собственно говоря, не с Блинков, а с Болсуном общался, они вместе работают. Вот именно так. Ну, о конкретных методиках я не знаю, но я говорю, что методики, они едины. На самом деле, идет лишь брендирование их, там, гипноз, там, такое-то, жареное, вареное, директивное, недирективное, состояние одно-одно. Отличается лишь, собственно говоря, по идеологической составляющей самого терапевта. Меня ссылочка бы я точно нашла. Так, ну, хорошо, дальше. Тогда второй вопрос. У него много интересного аспекта, пасов и так далее, какова цель этого, как вы полагаете. Я говорил, ритуализация. Те, кто идут к нему уже, я это понял, кажется, о чем вы говорите, уже ожидают от него, что надо там, пасы, прикосновения и прочего. И те, кто приходят к нему, его уже знают, им проще с ним работать, ему уже не надо там пояснять. Он говорит, вы меня знаете, знаете, вот, я буду то-то делать, а он делает это. Вот именно так. Поэтому вопрос заключается в том, что это некое такое вот, у него там книги есть, передачи, так проще работать. Хотя, я знаю, он в других контекстах тоже работает, но это его такая фишка, нравится ему это. Я стараюсь на какую-то узкую там методику не завостряться. Почему? Ну, чтобы шире работать, комфортнее работать, вот именно так. Как это работает? Ну, как вот работает шаманский бубен, определенные ожидания человека, вот, уже создают эти вот вещи. Можно с таким же успехом, там, еще и можжевелевую веточку зажечь, или там, святой водой окроплять, так сказать, своих пришедших эффектов, будет тот же самый. Можете покритиковать Геннадия Винокурова. Я, знаете, если честно, слышу про него, но, что там критиковать, я его не видел ни в работе, ни этой, просто не знаю, на самом деле, как работает этот врач, кто он, поэтому сложно мне что-то сказать, критиковать кого-то, если я не видел его в работе, абсолютно. Так, 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 я в этом начале, я в самом начале спросил про Блинкова, понятно, так, так, напомните, что там спросили, я, может быть, не уточнил, что спросили именно про Блинкова, я не знаю. Так, то есть, ну да, люди уже настроены под это, потому что он такой, умеет, такая у него подача достаточно эффектная, эпатажная, определенная, люди уже идут, и с ними намного легче работать. но у меня другая специфика, я, так сказать, стараюсь чисто идеологически не людей загонять в определенные рамки шоры, а скорее подстраиваться более тонко под мировоззрение людей, под их ожидания, я бы так сказал. то есть, обрать обиды, тревоги, страхи, имеющие корни глубокого детства, имеющие нейроны, ну да, с этим можно работать. У меня складывается впечатление, что вы ошибаетесь относительно ожиданий. Ну, уточните, что именно вы под этим подразумеваете, но под ожиданиями я понимаю некоторые программы, предвкушения, модели, что вот это может помочь. Если человек ожидает, что пассы ему помогут, или там методы уринотерапии, или розготерапии, как некоторые лечат, то это помогает. Вот и все. И чем мы более ярко и потажно работаем, тем это больше запоминающий, тем это будет. Есть розготерапия, можете в YouTube ввести, и там есть куча, несколько человек, которые лечат людей розготерапией, патенты получили. И кто-то скажет, фу, как это, но найдется несколько человек, которые приедут и лягут, и заплатят под розги, и заплатят приличные суммы, чтобы к ним применили метод розготерапии. И тот, кто приехал на какой-то необычный метод, он уже подготовлен, на самом деле, тем, что он уже преодолел свою критичность. Вызывал глюцинацию с скрытыми глазами в гипнозе. Есть какие-то приемы, которые могут увеличить шанс вызовы глюцинации с скрытыми глазами в гипнозе. Тут непонятно, с шансами, можно отобрать просто людей с более богатым, развитым воображением и так далее. Что еще? Это основное, я бы так сказал. Можно ли гипнотизировать человека, совершенно незнакомого с гипнозом? Конечно, можно, и таких людей даже проще гипнотизировать, потому что у них меньше каких-то ожиданий, вредных мифов и прочих-прочих вещей. Можно вообще даже не использовать слово гипноз, говорить особое состояние конкретное погружать людей в это состояние, чем использовать слово гипноз и запускать ту цепочку реакции на это слово с ассоциацией кешпировский, гипноз, чумак и прочие непонятные вещи. Так, просто некоторые либо их не видят, либо вовсе не всплывают. А, так, это о чем речь? А, про галлюцинации. Вопрос в чем? Есть некоторые аспекты, как, допустим, подвести человека к гипнотической реальности. Есть такое направление, мой один из любимых интересных методов называется проективная гипнотерапия. Благодаря вот такой модели можно там совершать путешествия в детство, работать с внутренними метафорами, проблемами. Идея заключается в чем? Грубо, очень грубо, в двух словах. Мы сначала обучаем человека наведенной этой гипнотической реальности, а затем идея, сценарий заключается, что мы говорим, сообщаем, что все, что ты видишь в этом состоянии, это ты и есть, это и есть твоя жизнь, проекция твоей жизни. И что ты сейчас видишь, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, что есть. И мы поэтапно от сеанса к сеансу подводим к этому. На первом сеансе достаточно вызвать ощущения в теле, на периферии, в руках, ногах. Это проще. Затем создать какую-то заданную ситуацию, представить метафору, посмотреть на свою жизнь с высоты птичьего полета, с горы, выразить это так, или цветом, или образом. внушаем цвет, внушаем какой-то конкретный образ, а затем вот все это можем вместе соединить поэтапно, создав более качественный галлюцинат. То есть мы не сразу пытаемся внушаем это, а мы поэтапно репетируем эту галлюцинату. Сначала просто ощущение, потом заданное, представьте, там место, теплое, на море, там звуки, запахи, желательно вспомнить, как это у вас раньше было, через воспоминания. Представьте цвет такой, это второй цвет. И потом уже можно плавно перейти, если особенно тема будет эмоционально заряженная, насыщенная, тогда человек, конечно, будет открыт на свой тракторе. Так, ведь можно гипнотизировать человека, совершенно не знакомый с гипнозом. Можно и даже проще иногда бывает. Вот так, так, Валерий Волк, значимость ожидания относительно гипноза присутствует, но можно работать и без них, без предвкушений. Можно и даже проще, но они все в той или иной степени на это слово у многих уже присутствуют. И вообще присутствуют, вот человек идет терапевт, у него есть какие-то ожидания, их можно вынести наружу, какие-то ожидания, а человек комментирует, слуха, какие-то нет. Понимаете, в чем дело? Вот там и есть определенная тонкость. Так, у гипноза есть конфликты и противостояния. У меня гипноз казался очень понятным и приятным, это не психотерапия, с его разными направлениями. Я не вижу каких-то протестов, противостояний, еще чего-то. Тут все, вопрос лишь маркетинга в этом. С точки зрения, мне все равно, кто, как, каким образом. Есть разные люди, у них разный менталитет. Исходя из их менталитета и ожидания, мы можем использовать разную модель. А все эти остальные, у психотерапевтов, там есть какая-то, еще прочее. В моем мировоззрении, да, как сказать, в моем мировоззрении нету гипнотерапии, как модальности психотерапии. Вот, если кто-то, это отдельный человек привносит там что-то свое, есть состояние, и внутри этого состояния мы можем реализовывать любые психотерапевтические техники, свои какие-то философские концепты, идеи, потому что главная идея достучаться до глубинных ценностей, идентичности человека, его мировоззрения. Вот на этом мы и работаем. В большинстве сочинения с размерами с уровнем запроса, собственно говоря. И мы можем реализовывать любой подход, который приемлем человеку. Вот и все. Исходя из умировоззрения. Все. Я не считаю гипнотерапию какой-то особой отдельной модальностью. Внутренней идеологической составляющей в ней нету. Идеологическая составляющая, которую я единственно озвучил, это вот, помните, метафора про беговую лошадь с шорами, да, вот, смотрите шире. Вот главная идея, которую я бы хотел донести здесь. Гипноз это состояние. На фоне его, используя ресурс состояния, мы можем реализовать все что угодно. Но часто, в риксоновских традициях, причем, те, кто преподают риксоновский гипноз, никогда Милтона Эриксона не видели и вообще были далеки от менталитета. Там очень много было завязано на том менталитете тех прошлых десятилетий той стороны. А в Наштане это несколько другое. И вопрос в том, что просто мы можем подстраиваться под менталитет. Вот именно так. Для каждого народа, для каждого времени своя психотерапия. Я не пожалел, воспользуясь советы, Михаил, попаясь туда, где есть ответ. Благодарю. Спасибо, убегая. Можно ли дать человеку под гипнозом программу самогипноза вводить? Он впадает в гипноз по кодовому слову сам. Ну, может быть, не так, как Вы описали, но некоторые ключ, когда люди осваивают тренинг самогипноз, это, да, рекомендуется. Так легче. Когда мы принимаем одну и ту же позу, воспользуем один и тот же жест, слово, то наше тело запоминает вот эту последовательность и когда мы только садимся в кресло, закрываем глаза, там, поднимаем руку, произносим какое-то свое слово, особым образом дышим, наше тело вспоминает это состояние и нам намного легче, проще погрузиться в это состояние. Да, Мария, умею читать не то, что вот там написано, так сказать, я уже давно в трансе, там у меня есть такой навык, так что попробуйте написать немножечко по-другому, так, 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 что там еще, так что можно, ключ, вполне мы можем, так, очень хочу научиться гипнозу как себя, так и людей, ну, хорошо, учитесь, напишите по-другому, прочитаю, просто мне одновременно лента бежит, мне нужно и читать, и говорить, попробуйте по-другому задать слово, значит, специально, так, а вы можете создать такой ключ, самогипноз, для клиента, но обычно мы создаем, так проще повторно погружать, человек использует этот ключ, так, итак, напишите вопрос, что вы хотите уточнить, просто очень много вопросов, короткий вопрос, я на него отвечаю, так, что еще, 11, можно ли себя вести в гипноз, конечно, можно, это вот и есть тот самый самогипноз, то есть, когда мы, собственно говоря, так сказать, можем обучиться погружаться в это состояние, итак, есть еще вопросы, что еще, вот вопрос, утрачивается ли контроль, некоторые люди думают, что вот вошел в состояние, все, потерял, контроля нет, ничего не слышно, нет на самом деле, в этом состоянии, человек может слышать, воспринимать, и это более продуктивно, для восприятия вот гипнотических команд, установок, и так далее, так, что еще, вот вопросы, все, пока уже ссыпаю, ну да, времени немного, так, Мария, прекратитесь, так, ладно, к Марии там вопрос, ну, давайте вопросы, так, что там, просто мне одновременно отвечать и читать бывает сложно, поэтому, конкретно, более узкий вопрос, я отвечаю на него, и так, мифы о гипнозе, еще какие, вот некоторые считают, да, запись будет, некоторые считают, что можно загипнотизировать, только слабых там, или глупых, на самом деле, это совсем не так, как ни странно, даже люди, имеющие образование, так сказать, более развитые воображения, оказываются даже более гипнобельные, и внушаемые, как ни странно, вот такой вот интересный парадокс, так, что еще, гипноз, вот некоторые считают, что это какие-то магические способности, ну, на самом деле, в этом ничего магического нет, это навык, люди обучаются, люди этому учатся, и, может быть, какие-то минимальные навыки, это навыки, более-менее, нормальная речь, умение общаться с людьми, хотя бы минимально остальное, все это нарабатывается со временем, главное, чтобы было бы желание и намерение, что еще, вот про гипноз в рекламе и так далее, ну, вопрос, вы знаете, скорее даже не о гипноз, а о внушении определенной техники манипуляции, но они давно были, и многие, в принципе, и так вполне известны, ну, что ж, давайте попробую ответить на вопросы, если есть, потому что, вот я вижу, они накопились, я вот, кстати, позволю себе, те, кто дожили, спрашивали по поводу, дошли наших вебинаров, вот по самогипнозу у нас есть, пожалуйста, такой вот вебинар, самогипноз активно, самовышение, можете на нашем сайте посмотреть, есть у нас такие вот, тоже выездные, гипнотические путешествия, летняя школа гипноза на Алтае, есть программа по гипнотерапии, вот у нас на ближайшем феврале в Омске стартует, так что вполне, а у кого и где лучше можно учиться гипнозу, вы, Михаил, учите, да, тоже обучаем, вот я как раз об этом сейчас и говорю, так, ну, давайте все внимание на вопросы, пожалуйста, если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите, те, кому не ответил, давайте постараюсь прокомментировать, насколько могу, насколько понимаю, отвечу, так, ну что ж, Андрей, присоединяйтесь на Алтае, буду рада вас видеть, итак, давайте, теперь все внимание только на ваши вопросы, я уже, если честно, сам весьма подустал, ну, в том числе, если учтите, то какие требования к ученикам, какие требования к ученикам, ну, во-первых, понимание, зачем вам это нужно, это первостепенное, потому что, если вы хотите заниматься терапией, то вот все понятно, часто бывают, приходят люди, которые сами не знают, зачем это нужно, куда, ну, или там, скрывают какие-то там свои намерения, это, мне кажется, не совсем правильно, вот, вот, этих учеников, я бы хотел, так сказать, чтобы они, так сказать, в первую очередь, честно обозначили свою цель, что они хотят, и вопрос, тех же вопрос, морально-этических принципов, и норму, норм, второе, это, хотя бы, минимальные навыки общения с людьми, это, уметь, воспринимать их, насколько это возможно, так сказать, знаете, как, вот, есть люди, которые пытаются, за счет других, решить свои проблемы, есть люди, у которых проблемы свои есть, поэтому, не зря, там, супервизия, там, личная терапия, в ходе этого обучения, приходит, поэтому, здесь, в первую очередь, это, в том числе, и, свое внутреннее состояние, потому, что мы его транслируем на других людей, и, прежде чем кого-то терапевтировать, нужно навести порядок с собой, вот, один, это одно из таких, вот, мне кажется, основных, ну, и, хотя бы, минимальная, так сказать, поставленная речь, не обязательно, там, дикторский голос, дикматический, не обязательно, там, прям, глубже входить, там, еще, там, каким-то таким, замудренным голосом говорить, достаточно, четко, спокойно, все это излагать, вот, Мария, я должна объяснить свои задачи, придя учиться, я объясняю, не вопрос, да, мы всегда, в начале семинара, прям, зачем вы пришли, собственно говоря, вот, при знакомстве, я всегда этот вопрос задаю, а что вы, зачем вы, ради чего пришли, и честно отвечаю человеку, может он это вот здесь получить или нет, именно так вот, а вот именно в таком формате это проходит, поэтому цель, в первую очередь, должна быть, заранее мы, конечно, никак не можем отобрать, учиться, учиться регрессии, психотерапии, я вот сейчас, сколько стоит учиться, регрессии, психотерапии, спрашивают, Владимир, Вадим, я сейчас не помню, порядок цен, чтобы о заблуждении не вводить, вы просто напишите, вам ответит, отвечу я, либо Галина, просто Вадим, не помню, я административной частью почти не занимаюсь, Валерий, я за 4 тысячи лет от вас, я хотел бы с вами сотрудничать, ну, напишите, с удовольствием пообщаемся, рассмотрим, различные варианты, просто мы в одно время там сотрудничали с ребятами из Питера, я проводил семинары по гипнотерапии в Питере, в последний раз, в октябре прошлого года летал в Петербург, вполне нормально, возможный такой вариант, Юлия, здравствуйте, Юлия, помним вас, так, Салтая, так, очень много мифов о гипносе в сознании людей, и у многих, когда начинают узнавать про то, что, про то, то случится гипноз, думают, что сектан, как с этим быть, очень просто, я, допустим, никогда, даже специально не использую, слово гипноз, своими клиентами, я говорю особое состояние сознания, чтобы людей не пугать, потому что, ко мне люди приходят, не то, что обязательно на гипноз, а просто приходят, как к психотерапевту, но я, в основном, работаю в формате гипноза, гипнотерапии, и таким людям, я говорю, сейчас мы будем погружаться, в состояние релаксации, медитации, особого состояния, и это вполне работает, именно так, поэтому, совсем не обязательно, если люди как-то настороженно к этому относятся, их запугивать, это не обязательно, бесполезно с ними спорить, не нужно с ними спорить, у них свое мировоззрение, и знаете, как я шучу иногда, не пытайтесь кого-то переубедить, если вам за это не платят деньги, так что, если это не ваш клиент, да, и тем более, если ваш клиент, то тем более, не надо с ним спорить, вот именно так, главная идея, это вопрос и, и этики, и вашего, так сказать, профилактики, вашего выгорания, и вашего внутреннего спокойствия, и здоровья, именно так, так, Мария, как вы отбираете учеников, заранее не отбираем, только вот, все равно, встречи мы не можем, к сожалению, из разных городов, приезжают там, и так далее, скорее, это происходит, от всех в формате обучения, мы прямо говорим, да, нет, это помогает, мы отвечаем на вопросы, сдаем вопросы людям, вот именно так, это проходит, ну, у нас это запланировано, но, к сожалению, вот, если говорить про, у нас отдельно супервизионные встречи, это проходит, будут проходить в Омске, но, к сожалению, не все их могут посещать, потому что, не все проживают в Омске, вот, ну, не все приезжают регулярно, так, хотим изменить мир вокруг, себя к тому, как вы хотите изменить себя, в том плане, не совсем понял, это вопрос, или что хотите изменить мир вокруг, ну, наверное, к Юле в ответ, так, Мария, хорошо, спасибо, ну, вы, Мария, можете еще более подробно узнать, там у нас будет презентация по гипнотерапии, по другим семинарам, по летней школе тоже будет презентация, кстати, вот, по самогипнозу, вы можете там еще поучаствовать, позадавать вопросы тоже более конкретно, он обучающий, именно практически обучающий семинар, с практиками, отработками, сессиями, там пять сессий, большой, там 20 дней общей программы обучения, то есть это не просто познавательно, он в основном ориентирован для психологов и психотерапевтов, там будут вести сразу четыре специалиста, это я, Галина Мансурова, Сергей Гудков, Сергей, и Ленивов Стас, то есть это, почему я придерживаюсь такой модели, дело в том, что я говорил, что очень важно осознавать собственную, ограничение собственной личности, модели, так сказать, своей личности, и мы специально вот такой вот, объединяемся, чтобы были несколько разных преподавателей, чтобы вы посмотрели на изложение, может быть, одних и тех же идей, разные, это с разных точек зрения, мне кажется, это очень важно, актуально, потому что нет некой абсолютно истины, и полезно, чтобы были разные такие модели. Мария, я не пытаюсь привыкнуть, даже если мне за это не пытаются пойму, хорошо. Обучение гипноза на предстоящих семинарах ориентировано только на людей, кто хочет заняться терапией. У нас, допустим, вот семинар, который будет в Омске, современная гипнотерапия, он ориентирован узко на специалистов, тех, кто хочет в дальнейшем заниматься гипнотерапией, вот именно так. А, допустим, вот семинар современной гипноза, такой общепознавательный, там мы разбираем и простейшие модели саморегуляции, и техники противопостояния манипуляциям, демонстрируем эти примеры, то есть смотря для кого как, вот такое больше познавательное. Если говорить про семинар по гипнотерапии, он и дороже, и длиннее больше по времени, и там супервизионные эти встречи, все это проходит, это больше ориентировано все-таки для тех, кто профессионально занимается или планирует этим заниматься. Будем разбирать стратегии психотерапии, гипнотерапии в формате зависимости, в семейных аспектах, как это может быть, используется и так далее. Вот это там будет. А если говорить, допустим, про современный гипноз, или летний школа гипноза, это более направлено. Допустим, на летней школе гипноза есть общий план, где осваиваем самогипноз, общий демонстрационный, но есть такие у нас там отдельно мастер-классы по вечерам, для более узкой темы мы разбираем, примеры проводим, работаем с человеком, демонстрации и так далее проходят. То есть там может человек одновременно и как специалист приехать, подчеркнуть для себя, интересный, так и для общепознавателя, для того, чтобы освоить навыки саморегуляции. А вот по гипнотерапии, так называется гипнотерапия, это все-таки ориентированно на тех, кто, на тех людей, у которых их профессия связана с психологическим консультированием, психотерапии, это так. А кто будет допущен на семинар для гипнотерапии в Томске для новичков, для новичков нет. Так, а кто будет допущен на семинар для гипнотерапии в Омске, для новичков нет. Ну почему? Новички тоже могут присутствовать, но я подчеркиваю, вопрос, вот именно, так сказать, прямо говорю, что для кого это и как ориентировано. Новички тоже могут присутствовать. Да, именно так. Тут вход для всех, вопрос лишь в том, насколько это прагматично в дальнейшем, куда мы будем дальше двигаться. А как, допустим, для людей, кто не собирается никого никогда не гипнотизировать, я считаю, что такой навык, как самогипноз, самовнушение, умение, работать с собой, это одна из основ, полезных для себя, и здесь вот гипноз может пойти на пользу самому же и себе. Вот именно так. И, кстати, наш такой лозунг на многих семинарах «Обучайся гипнозу, обучайся на себе», как ни странно, да, и мы обучаем как раз так или иначе. Можно долго рассказывать на гипнозе, но первое наше упражнение, которое мы делаем в группе, всегда это, я предлагаю, попробовать людям на себе легкие состояния самогипноза, особого состояния. Это будет более понятно. И пробуй на себе, да, это один из принципов, вообще, в принципе, если мы обучаемся психотерапии, консультированию, это на себе, прожить через себя, вот это методы подхода, опробовать. Примерно так это выходит у нас. Ну что ж, на этом семинаре можно будет обучиться самогипнозу. Вот сейчас будет интересный вопрос, вы задали вопрос, я буду отвечать, и опять непонятно, вы скажете, что неправильно прочел, на каком именно семинаре, уточните, пожалуйста, на самогипнозе, конечно, это будет, на летней школе гипноза, там тоже это есть, если говорите про гипнотерапию, там это тоже будет присутствовать, но это будет присутствовать в незначительной форме, скорее в виде простых каких-то неугубленных техник, потому что я считаю, что основная тема, это не самогипноз у нас будет на Омском, а вопрос будет гипнотерапии. Вот именно так, вопрос о гипнотерапии, но мы коснемся и навыков самогипноза, мы не будем это глубоко разбирать, как допустим, на предстоящем гнаре, тематика самогипноз, но на себе мы, конечно же, это будем пробовать, вот тот принцип, обучайся, обучайся на себе. Ну, отлично, теперь все верно прочли. Итак, давайте еще буквально один-два вопроса, у нас просто какой-то рекорд, вебинар идет уже третий час, я смотрю, два часа сорок восемь минут уже идет на моем треке, и я просто восхищаюсь вашу усидчивостью, мне это очень приятно. Давайте еще буквально один вопрос, два, и я предлагаю на этом завершить. Доброй ночи, по некоторым направлениям психотерапии нам не рекомендовали работать и с... с родными и близкими я согласен, что... только уточнить, что такое ИСС, я какие-то... я не очень люблю такие аббревиатуры сложные, вот. Что так? Спасибо. Измененное состояние... А, измененное состояние сознания. По некоторым направлениям психотерапии нам не рекомендовали работать с измененными состояниями сознания с родными и близкими. Я, кстати, хочу некоторую ремарку сделать. Я, допустим, стараюсь не использовать термин измененное состояние сознания, потому что в психиатрии измененное состояние сознания подразумевается патологически измененное. Я очень часто использую особое состояние сознания. И вопрос, как работать с близкими тоже. Заниматься психотерапией, неважно, что в гипнозе, что без гипноза, с родными и близкими, несомненно, не стоит. Хотя, почему? Потому что мы очень часто имеем привязанность, эмоционально в это включено, мы включены в эту систему. И мы не всегда видим картину более объективно. Как бы нам даже этого не казалось. Вот это аспекты. Часто теми или иными проблемами мы же сами являемся для близких наших. Кроме того, есть другой аспект. Так сказать, у меня был такой пример у моего коллеги. У него болела мама. Так сказать, и она вынуждена была принимать препараты. У меня были проблемы с щитовидной железой. Вот, собственно говоря, удалили частично или как там, или полностью. И гормонозамещающую терапию назначили. И вот, а ее духовный руководитель, лидер, как угодно назвать, запретил ей принимать лекарства. Она отказалась, там чуть еле на силу откачали. Причем, вот мой знакомый, да, он сам врач по образованию, дипломированный врач. И он никак не мог, очень сложно ему приходилось убеждать свою маму, она там кришнаитка или там буддистка, я не помню. И понимаете, в чем дело? Слово ее там духовного лидера, там, гуру, было выше, чем дипломированного врача. Причем, который там с отличием закончил мединститут, не в практику и так далее. Вот один из примеров. Потому что, даже если вы специалист, вы для своих родителей там остаетесь все равно детьми. И это очень сложно, из этой роли выйти. Вот один из примеров. Так, уточняем, иногда это разрешается, если сам терапевт проходит свою терапию. Ну, вопрос, я вам рассказал пример, как это, с чем. То есть, вот именно какая терапия, такая развернутая бывает затруднена. Потому что ролевая составляющая, ожидание человека. И вот мы всегда можем объективно оценить картину. Если мы просто предлагаем своему близкому родственнику метод саморегуляции, никаких протестов я не вижу. Скорее всего, он даже с большим доверием может погружаться в эти состояния. И даже может быть легче, чем у терапевтов. Вы говорите, вот, давай попробуем этот способ. Позволяет снять тебе стресс, поможет то-то, то-то, то-то. С такого края, отчасти, чем-то мы можем человеку помочь. Ну, что ж. Давайте на этом позволю прощаться, попрощаться с вами. Потому что уже три часа прошло. Время летит прямо незаметно. У меня уже полвторого ночи. Потому что, да и в Омске тоже, вот я вижу участников. Мне интересно, какая у нас география. Кстати, давайте мы, перед чем попрощаемся, напишите, кто из какого города. Очень интересно посмотреть, кто остался самым стойким. Да, вот я вижу даже из Кипра, Крым, Москва, Краснодар, Киров, Ростов-на-Дону. Ага. Челябинск, половина первого, отлично. Ну что ж. География достаточно обширная. Спасибо за участие. Да, вот Вартовск, Симферополь тоже вот вижу, с Крыма, Иркутск. О, Сергей, у вас там уже скоро утром. Да. Да, 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 да. Ну что ж. Ну, какие вебинары-то уже? Уже Дима в секрете пока держит Дмитрий Домбровский. Так что будем в Омск, отлично. Ну что ж, отлично, отлично. Ну, завтрашний вебинар планируется в формате «Вечер вопросов и ответов». Я попросил Диму, так сказать, я там все бремя занудства взял на себя, там теоретическую составляющую. Диму попросил больше примеров рассказать из своей практики, так сказать, эстрадной, с другой стороны. Освободил этот вопрос. И в том числе ответы на вопросы в таком формате. Больше «Вечер вопросов и ответов». Ну, только у меня такая, друзья, если вы будете участвовать завтра. Огромная просьба. Вопросы постарайтесь заранее сформулировать, если они у вас есть, и как-то более точно их записать. У нас будет отдельное время, потому что объективно бывает сложно, когда человек пишет что-то, не всегда, может быть, старается кратко, недописано. Бывает сложно понять и точно ответить за это. Датится время, приходится перечитывать, искать его сообщения. Это не всегда возможно. Можно ли получить запись завтрашнего вебинара? Ну, надеюсь, сможем получить. У меня запись, в принципе, идет. Думаю, постараемся и завтрашний вебинар тоже записать. Ну что ж, лучше вживую присутствовать. Итак, ну что ж, спасибо за внимание. В сегодняшний год все получилось. Тьфу-тьфу. Давайте отформатируем ее. Там и, если будет она удачная, обязательно выложу в YouTube на своем канале. Ну что ж, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Будем рад вас видеть завтра. Так сказать, да, так сказать, буду рад вас видеть завтра. Еще один вебинар на последующих наших вебинарах. Ну и, думаю, на живых тоже. Встречи, вебинарах. Если будут вопросы, буду рада ответить на них. Так что заготавливайте вопросы, какие-нибудь заранее, как можно подробнее. Будем признательны. Ну что ж, пока и до новых встреч. Всем, кто в Сибири там или где там уже у кого, к ночи или за полночи, хороших крепких снов и до завтра. Пока.